Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня мы находимся в студии, где присутствует два ведущих, известных ведущих специалиста. Это профессор Сергей Николаевич Авдеев, ведущий пульмонолог, и профессор Григорий Павлович Рутюнов, вице-президент Российского научно-медицинского общества терапевтов. И здесь мы будем обсуждать одну из наиболее актуальных проблем современности. Это проблему коморбидности. Именно проблема коморбидности, а именно сочетанных патологий была поставлена решением съезда Российского научно-медицинского общества терапевтов и Евразийской ассоциации терапевтов на первое место, как обязательный пункт, подлежащий изучению и серии образовательных программ в этой области. Я надеюсь, что здесь у нас есть возможность провести первое образовательное мероприятие, провести дискуссию по одному из наиболее актуальных сочетаний. Это сочетание хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца у одного пациента. Это одна из наиболее актуальных проблем современной кардиологии и терапии, где происходит стык этих двух заболеваний, оказывающий значимое влияние на ту терапию, которую мы проводим пациенту, на методы диагностики и методы лечения. Итак, был подготовлен целый список актуальных вопросов. Многие из них присылали ваши коллеги, многие из них были опубликованы на сайте клинического подразделения Российского научно-медицинского общества терапевтов. И я позволю себе начать с первого вопроса, одного из наиболее актуальных. Итак, больной с ишемической болезнью сердца и хобл. Как правильно выделить ведущее заболевание? Или такой необходимости в реальной жизни нет? Уважаемые коллеги, во-первых, добрый день. Ну, наверное, иногда у нас возникает такая необходимость понять, что у больного тяжелее, одна болезнь или другая. На мой взгляд, выделить это не так сложно, с одной стороны. Просто-напросто мы с вами все знаем хорошо, что у нас есть определенная градация этих заболеваний, ИБС. Такая же градация по тяжести есть при хобл. Там, где у нас больной относится к более тяжелому функциональному классу, наверное, эта патология и является, наверное, самая ведущая, преобладающая, самая тяжелая. На мой взгляд, я согласен с вами. Я думаю, что очень важно для терапевта просто обратить внимание, что эти две болезни, к сожалению, существуют у одного пациента, и они будут очень негативно влиять. Можно оспаривать, что доминирует, доминирует, что имеют большую степень выраженности заболевания. Но если существует хроническая обструктивная болезнь сердца, я думаю, вы согласитесь, это проблема гипоксии. И, как правило, это проблема тахикардии. То есть наш пациент будет постоянно иметь короткую диастолу. Если это короткая диастола, а миокард получает кровь только в диастолу, и гипоксия, которая будет существовать у пациента из-за того, что есть хобл, я думаю, что гораздо важнее нацелить терапевта на то, что это крайне неблагоприятное сочетание двух нозологических единиц, часто встречающиеся в реальной жизни, усугубляющее течение. Поэтому я бы выделил так. Если у этого больного есть ЭБС и хобл, то терапевт должен знать, что это всегда есть тахикардия, всегда есть короткая диастола, и всегда очень быстро прогрессирующий, в том числе и атеросклероз. Потому что если есть гипоксия, то есть прогрессия этого заболевания. Поэтому я бы сказал так, что для меня гораздо важнее не пытаться вычленить, что доминирует, а что менее значимо, а то, что это вместе. И вообще лучше ориентировать на то, что это вместе, потому что это потребует решать терапевта, потребует каскад мыслей. Что должно быть? Какие препараты можно, нельзя сочетать, не сочетать? Это совершенно другой мир пациента. Да, я согласен. Мы сегодня абсолютно точно знаем, что само по себе наличие хобл оказывает негативное влияние и на течение, и на прогрессирование, и на прогноз сердечного заболевания. И наоборот, у нас есть точно такие же доказательства, что и сердечное заболевание оказывает абсолютно негативное влияние на течение, прогноз, на ведение пациентов хобл. Можем ли мы считать, что если такие две болезни сочетаются у одного человека, то, скажем, биологическая продолжительность жизни будет сокращена? Абсолютно, это доказано. То есть это вполне логично, потому что у пациента, у которого есть одно из этих заболеваний, уже прогноз очень сильно нарушен. Здесь мы имеем сокращение жизни пациента. Да даже не в этом дело, конечно, прогноз качества жизни. То есть пациент не только живет мало, но он живет и плохо. Это время. Знаете, вот это очень интересное, наверное, если вы позволите, дополнение. Я знаю, что таких больных изучали толщину интимомедии с сонной артерией. Это поразительно, но когда присоединялась хроническая абстрактивная болезнь легких, то толщина интимомедии начинала ускоряться, и утолщение начинало ускоряться. И существенно больше процентов больных, казалось бы, где хобл, но они переходили границу 0,9 мм. Это означало, что атеросклеротический процесс начинает развиваться совершенно другой скоростью. То есть вот это негативное влияние одной болезни на другую, конечно, это очень значимо. В реальной жизни это очень значимо. Поэтому я бы сказал так, что терапевту миллион раз важнее понять, что есть две болезни у одного человека, чем пытаться определить, что доминирует. Да, и тем более, что в большинстве случаев мы имеем, что две болезни по-своему равноценны вносят вклад в общее состояние больного. А мы можем сейчас хотя бы примерно представить, сколько таких сочетаний будет в реальной жизни? Вот я где-то наткнулся на фразу, что хобл в реальном обществе до 45 лет – это примерно до 3%, но старше – это существенно больше процентов. Как вы полагаете? Наверное, я думаю, все-таки их больше на самом деле. Проблема в том, как получить нам данные по заболеваемости и по распространенности. По обращаемости это получить, ну мы понимаем, что это сложно получить реальные цифры, как правило, это гиподиагностика в разы, в 5, иногда даже в 10 раз. Есть данные исследования, которые включали больных не по обращаемости, а всех подряд. И сегодня статистика следующая. У любого взрослого человека старше 40 лет риск того, что есть хобл – 10%. То есть у каждого десятого взрослого человека в нашем обществе есть хобл. Это данные не уникальные, допустим, для Западной Европы, для США. Точно такие же данные сегодня есть эпидемиологические исследования в России. У нас есть цифры, но, допустим, по городу Самаре – 14,5%. Ничего здесь удивительного нет. Россия – одна из самых курящих стран мира, и поэтому мы имеем те же самые цифры, что у наших других коллег. Знаете, вот если мы это сопоставим с цифрами, которые дал Роскомстат, последние цифры были на 2011 год, то у нас 32 миллиона человек имеет сердечно-сосудистые, вообще сосудистые заболевания. 12 миллионов – артериальную гипертонию, 7 миллионов – ишемического болезни сердца. Представляете, вообще, какое количество, если переводить это в миллионы, где это будет сочетаться? Конечно, я думаю, что сам факт сочетания – очень важный аспект. А вот как часто сочетается? У нас, допустим, тоже сегодня есть такая информация. Средний пациент, который мы видим в стационаре, в поликлинике, допустим, мы возьмем за тот порог ОФВ-1, 50%. Получаем нашего типичного пациента в области. Как часто у него будут болезни сопутствующие? Есть одно из исследований, которое касается таких вот средних пациентов. Оказывается, нет сопутствующих заболеваний. Или есть одно заболевание – это 10%. Все остальные 90% – это 2, 3, 4, 5, у некоторых 6 заболеваний. На всех этих средних пациентов ХОБЛ 50% из них имеет ИБС, 50% имеет гипертонию, 50% имеет сахарный диабет, но плюсы это все сочетается. То есть мы имеем ситуацию, что, скорее всего, типичный больной ХОБЛ – это больного, у которого есть обязательно и легочная, и сердечная болезнь. А вот так называемый чистый больной ХОБЛ – ну, скорее всего, нонсенс. Мы их в нашей практике практически не видим. Вот есть такое исследование, не Эврика, это исследование в том числе в разных странах Европы, но в том числе и в Российской Федерации анализировались пациенты, которые имеют верифицированную ишемическую болезнь сердца, у них факторы риска. Еще поразительно, что наблюдающийся в первичном звене пациент с ИБС около 35% сохраняет приверженность к курению. То есть у него уже состоялась болезнь, он наблюдается, и даже это не остановило. Так что я думаю, что да, мы очень актуально попали в тематику, она действительно сочетается. Я тогда, из того, что мы услышали, становится очевидно, что проблема более чем актуальна в современном обществе. И поэтому врачи-терапевты повседневной практики постоянно сталкиваются с этими пациентами. Я позволю себе перейти к целой серии последующих практических вопросов, актуальных для практикующего терапевта. Итак, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как провести правильно дифференциальный диагноз одышки у пациента с сочетанием ишемической болезни сердца и ХОБУ? Знаете, вопрос очень простой и, с моей точки зрения, тяжелый. Всегда в памяти всплывает то, что вкладывалось в голову на курсе пропедевтики. Экспираторная, экспираторная одышка. Это все очень важно, бесспорно. Но я сомневаюсь, чтобы на первичном приеме врач вспомнил об этом. Вот есть несколько принципов анализа одышки. И существуют такие подходы, которые позволяют. Там вот медицинский совет, который высказался, там вот градации одышки. Знаете, есть очень простой прием, мне кажется, очень реальным. Согласитесь ли вы с этим или нет. Есть вторая стадия и больше. Это когда человек не может говорить или испытывать одышку по сравнению с человеком своего возраста в момент ходьбы. Чаще всего такой пациент идет рядом со своей женой. Она, как правило, бывает или с супругом, она бывает или он бывает примерно того же возраста. Я очень часто спрашиваю своих пациентов, могут ли они вести беседу в момент ходьбы или они, напротив, вынуждены остановиться. Все-таки если пациент не в состоянии вести беседу в момент ходьбы, он, скорее всего, испытывает очень выраженную одышку. Согласитесь, что это уже значимый и простой прием, который позволит в момент первичного контакта с пациентом как-то сориентироваться. Мне бы казалось, что гораздо важнее выразить выраженность этой одышки. Понимаете, когда вы спрашиваете, задыхаетесь вы, пройдя 100 метров, откуда пациент знает, он прошел 100 метров. Но, конечно, есть подсказки, это три телеграфных столба, осветительных столба, между ними расстояние в районе 25 метров, 3-4 столба. Это очень сложно все. Мне кажется, что нужно упрощать, чтобы позволить пациенту сориентироваться. Но это моя точка зрения, я не знаю, как ваше мнение. Я согласен. Можно проще давать пациенту привычную нагрузку, ну, допустим, подъем на один лестничный пролет. 11 ступеней, 22 ступеней. Да, да, да. Если пациент останавливается, то, соответственно, это одышка, которая имеет градацию. Ну, по тому же критерию совета, это третий, да, класс. Ну, вопрос, наверное, здесь можно поставить таким образом. Как разделить одышку при хобл и одышку при застройной сердечной недостаточности? Все зависит от того, в каком месте мы проводим этот диагноз, да? Если мы находимся в стационаре высокого уровня, ну, на этот вопрос можно ответить... Элементарно. Элементарно, очень достоверно. У нас есть компьютерная томография, развернутая функция дыхания, газы крови. Наконец, для таких тяжелых пациентов, где смешанная одышка, существует эргоспирометрия. Ну, вот это сложнейшее функциональное исследование, которое в конце концов поставит все точки над «и». Другой вопрос. Больной на приеме в поликлинике, где у врача достаточно более скромный набор диагностических возможностей. Как вот в этой ситуации быть? Наверное, вот все-таки существуют и здесь определенные приемы. На мой взгляд, большое значение имеет расспрос пациента. Не только одышка и ее степень, но и особенности одышки. Сегодня много внимания уделяется так называемому языку дискное. На самом деле, конечно, тема еще очень далека от завершения. Есть некоторых особенностей пациентов описания одышки. Ну, допустим, пациенты хоба, как правило, одышку описывают как повышенная… Ну, сложно так в переводе. Русских исследований дело в том, что очень мало. Интенсивность работы, которую пациент прикладывает к выполнению дыхания. А при застройной сердечной насыщенности могут быть другие описания. Частое поверхностное дыхание. То есть, вот такие аспекты. Но это пока еще далеко до своего логического завершения. Вот это интересная, конечно, работа. Но у нас есть простые инструменты. У нас есть, допустим, пульсоксиметр. Да, конечно. У больного с хобла, с одышкой мы ожидаем увидеть все-таки сниженное значение сатурации насыщения. При ХСН, как правило, более-менее они сохранены. Простая функция дыхания. Не обязательно будет гипотезонография. Тоже нам позволяет сказать, у пациента есть обструкция и так далее. То есть, с другой стороны, более-менее сохраненные показатели ФВД. Сергей Николаевич, а как вы отнесетесь к такому подходу? Знаете, в последнее время, особенно при недостаточности кровообращения, предлагают считать больных числом дыхательных движений. Меньше 16 и больше 16. Вот предполагается, тоже не с потолка взятая цифра, предполагается, что при числе дыхательных движений 16 происходит достаточно быстро утомление дыхательной мускулатуры, и внешнее дыхание становится поверхностным. Как вот ваш профессиональный взгляд на эту точку, на этот вопрос? Ну, действительно, компенсаторные реакции человека на нагрузку, на аппарат дыхания, они следующие. Как правило, увеличивается часто дыхания, то есть, вызывается тахипноя. В это же время дыхательный объем, то есть, та порция, которая входит в легкие человека с каждым вдохом, становится меньше. То есть, так называемый тот же самый, если говорить, паттерн, рисунок, тип дыхания часто появляется на дыхание. Это на самом деле компенсаторная реакция для того, чтобы у человека уменьшилась работа дыхания. Но, увы, оказывается, что на поздних стадиях эта компенсаторная реакция не является, ну, такой уж совсем на 100% компенсаторной. Возникает другая проблема – гиперкапния. Задерживается углекислота и по той же самой причине. Поэтому вот говорить, что 16, ну, как правило, все-таки большинство наших пациентов переходит эту грань. Очень-очень быстро. Но тогда, все-таки, как врачу первичного звена, вот мы можем дать какие-то простые советы? Что будет самым простым в оценке одышки, если нечистота? Я соглашусь с вами, это очень индивидуально и очень условно, цифра 16 взята. Если это так быстро будет видоизменяться, что лучше? Все-таки сопоставить одышку с объемом нагрузки? На мой взгляд, да. Самый простой вариант, да. То есть, это нам дает информацию о выраженности. А это один из самых важных признаков и для сердечной, и для легочной болезни. Выраженность одышки. Соотносить, я понимаю, что это сложность, но тем не менее, соотносить длину вдоха, выдоха. Будет ли это эффективно в реальной жизни? Или это все-таки учебник пропедактики? На самом деле, это очень сложно, потому что мы говорим о том, что примерно один, одна часть приходится на вдох, полторы части приходится на выдох. Но в реальной практике достаточно сложно. Потому что есть у нас пациенты, у которых действительно выдох становится очень длинным. Более того, мы видим пациентов, ну, представьте себе, человек, который дышит вот так, губы сжатой трубочкой, да. Он подсознательно выработал или принял этот дыхательный паттерн, не случайно, ему так легче. С точки зрения патфизиологии абсолютно обоснованно. Удлинение выдоха приводит к тому, что легкие эвакуируют лишнюю порцию воздуха. Поэтому уменьшается легочный объем, уменьшается, как мы говорим, с точки зрения патфизиологии, легочная гиперинфляция. То есть здесь действительно это так. Но вот на практике у нас есть пациенты, особенно во время обострения, где тахипнора очень выражена, там понять, насколько соотношение вдоха и выдоха становится очень-очень сложно. Сергей Николаевич, а вот все-таки при осмотре пациента, как вы полагаете, насколько это значимо в реальной жизни смотреть на форму губ в момент выдоха? Или это все-таки больше дань истории? Имеет ли она для вас какое-то диагностическое значение? Да. Я, честно говоря, смотрю при осмотре пациента. Я думаю, да. Другой вопрос, что мы не у всех пациентов увидим именно это изменение, но мы у ряда пациентов, если видим, то мы уже понимаем, что идет речь про действительно тяжелого пациента. Да, вытягивание. Вытягивает губы, потом есть так называемые, ну, с точки зрения пропедевтики, можно увидеть. Мы знаем, что эмфизема – это бочкообразная грудная клетка. На самом деле это не эмфизема, а, скорее всего, гиперинфляция. Но есть масса других признаков. Обратите внимание, как дышит больной, как увлекаются его мышцы шеи. Стерноклеиодомастаидов, с коленей. Тем более того, можно не посмотреть, а можно и потрогать. Это на самом деле очень важно. Это отражение нагрузки на дыхание. Можно посмотреть, как двигаются нижние отделы ребер. Если они втягиваются во время вдоха, так называемый признак хувера, это отражение, опять же, уже выраженной гиперинфляции. Ну, вот такие простые вещи, на самом деле, казалось бы, пропедевтика, но она дает очень и очень многое. То есть осмотр, клиническое исследование больного, но оно ни в коем случае нельзя его сбрасывать со счетов. Какие бы у нас не были совершенные сегодня методики, но посмотреть больного надо в первую очередь. Кстати, вот хотелось бы еще. Да, я абсолютно с вами согласен. Губы, положение рук – это безумно важно, положение пациента. А если мы вернемся к консультативной картине, сможем ли мы что-нибудь здесь зацепить диагностически значимое? Ну, например, сухие хрипы, влажные хрипы. Наверное, с точки зрения вот таких больших прогностических признаков я не могу ничего назвать, чтобы было бы известно. Но вот по значимости причин декомпенсации хоббл, обострения хоббл, наверное, это очень важно. Я могу привести такой пример. У наших больных хоббл мы, как правило, слышим обычно, либо не слышим ничего, это так называемый физематозный тип, дыхание так называемое ватное, то есть там просто ослабленное дыхание. Либо мы слышим хрипы, но они как бы сухие, но жужжащие. А вот так называемые свистящие хрипы есть и пациенты, у которых их нет. Представьте себе ситуацию, у него обострение, и эти хрипы появляются. И вот на самом деле, одно из интересных исследований, проведённых во Франции, говорит о том, что вот эти свистящие хрипы, вновь появившиеся у пациентов, у которых их никогда не было, возможно, связаны с тем, что у пациента причина декомпенсации тромаэмболия. То есть вот... Да, совершенно неожиданный поворот. Нет, абсолютно неожиданная находка, но на это надо обращать внимание. Раз мы коснулись практической части пациента с продуктивной болезнью, лёгких и ишемической болезни сердца, то есть такое устоявшееся мнение, которое поддерживают, между прочим, очень многие врачи, что не стоит назначать больному с ишемической болезнью сердца и хобол ингибитор ЭПФ. Это связано с осложнением в виде сухого кашля, которое встречается в 7% случаев. Такой больной должен получать зартаны. Верно ли это? Или он всё-таки должен получать ингибитор ЭПФ? И сразу скажу, дополнение к вопросу, мы живём в 21 веке. Есть ли какая-то доказательная база назначения ингибиторов ЭПФ именно у больных с хобол и ИБС? Ну, знаете, я согласен с вами. Это очень актуальная проблема, потому что это доходит до сумасшествия, когда больному с сочетанием таких заболеваний просто отменяют ингибитор ЭПФ. Это достаточно часто встречается в реальной практике, и с этим надо бороться. Есть ли доказательная база? Есть. Есть несколько метаанализов. Две группы больных. Одна группа больных не очень большая, это около полутора тысяч человек. Это люди, которые пережили коронарное вмешательство, первичное коронарное вмешательство или аортокоронарное шунтирование. И среди них выделили группу больных, которая имела хроническую обструктивную болезнь в лёгких. И они получали ингибитор ЭПФ. Вот я хочу обратить ваше внимание, что назначение ингибиторов ЭПФ и их тетрадца, аптетрейшн, тетрадца на повышение, привела к снижению риска смерти в группе Хоббл на 27%. Это очень важный аспект. Есть другое исследование, тоже доказательная база. К сожалению, не могу вам сказать, какие именно были ингибиторы. Там было 2,5 тысячи, около 2,5 тысячи пациентов. Они тоже получали ингибиторы ЭПФ. А там смотрели смертность. И получилось, я точно помню эту цифру, 600 небольших пациентов умерло в ходе этого наблюдения. И интересно, что риск смерти снижался всё равно у тех пациентов, которые имели ИБС и имели Хоббл. Конечно, 7%, а по некоторым данным больше 9% будут кашлять. Это потому что будет накапливаться бродикинин. Если кашель становится мучительной, перейдите на сортаны. Но самое главное, как мне кажется в вашем вопросе, надо ли у этих больных влиять на уровень ренина, геотезина для сторонов системы? Надо. Если ты не влияешь, ты не влияешь на выживаемость больных с ашемической болезнью сердца. Но это моя точка зрения, Алаша. Моя точка зрения, ну с точки зрения, допустим, пульмонолога. Да мы не очень-то боимся сегодня кашля, который развивается на фоне ингибитора ФПФ. Мы знаем, что 7, 10, где-то 15% может быть у любого человека без легочной патологии. Но и с легочной патологией те же самые проценты. Мы не видим той информации, что если у пациента есть легочная болезнь, то кашель будет обязательно у каждого пациента или даже у половины. Нет, этого не происходит. Действительно, кашель бывает, кашель бывает мучительный, кашель бывает проблем, с которым надо бороться. Приходится, возможно, переходить с ингибитора ФПФ на сортаны. Больших проблем нет. А с точки зрения доказательств, ну вот в пульмонологе тоже есть, как бы, есть большой метаанализ первого автора Манчини. Метаанализ около 20 тысяч больных. Анализируются сердечно-сосудистые препараты. Статины, в первую очередь, ингибиторы ФПФ, как они влияют на долгосрочные эффекты пациентов ХОБУ. Снижается число сердечно-сосудистых событий больше, чем на 20%. И уменьшается летальность от всех причин у таких пациентов. Так что с этой точки зрения препараты должны использоваться. Они улучшают прогнозы. Я думаю, что если нас сейчас слышат терапевты, то есть это абсолютно неправильное решение. Отказ от ингибиторов ФПФ у больных СБС и ХОБУ. Это категорически неверное решение. С ним, конечно, следует бороться. Тогда еще один вопрос, наверное, Сергей Николаевич, к вам. Требуется ли отдельный контроль легочной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца и ХОБУ? Я считаю, что вообще контроль легочной гипертензии должен быть при любом состоянии. Будь то застойная сердечная недостаточность, будь то хроническая болезнь легких. Это то состояние, которое абсолютно точно негативно влияет на прогноз больных. То есть мы сегодня имеем все доказательства. Другая проблема здесь, казалось бы, при сравнении с идиопатической легочной или с первым классом по новой классификации болезнями в легочной гипертензии, здесь вроде бы давление не такое высокое. То есть среднее здесь не 50, не 60, а 35-40. Но абсолютно точно, что даже вот эти небольшие сдвиги в гемодинамике, небольшие, конечно, в кавычках, приводят к значимому сокращению жизни больного. И сегодня мы имеем, ну, по крайней мере, четкие рекомендации о том, что нужно сделать в первую очередь. Если у пациента есть гипоксимия, гипоксимия – одна из главных причин легочной гипертензии, с ней обязательно надо бороться. И мы знаем, как длительная кислородотерапия не только улучшает выживаемость больных, но и стабилизирует легочную гипертензию. Сергей Николаевич, если я вас правильно понял, идет речь о мониторинге. То есть достаточно простого ультразвукового метода анализа. В первую очередь, ультразвук для этих пациентов является вполне достаточно. И это будет мониторинг, скажем, в течение раз в 12 месяцев. Как ваш совет? С какой частотой все-таки мониторировать давление в легочной артерии? Если оно есть, и оно повышенное, то, на мой взгляд, где-то каждые 6 месяцев. Общие рекомендации сегодня по легочной гипертензии примерно такие. Знаете, вот одно из таких небольших работ, где в основе лежал контроль давления в легочной артерии и ингибитор АПФ. Там сравнивались ингибиторы АПФ. Конечно, они не различались между собой в снижении давления в легочной артерии. Но интересен факт. Приверженность пациента к ингибиторам АПФ достоверно в конце 36-го месяца давала расхождение между группами в плане давления в легочной артерии. То есть, приверженность все равно понижала давление в легочной артерии. Это очень интересный такой подход. Раз мы заговорили о легочной гипертензии, то я тогда просто обязан упомянуть небольшое отечественное исследование Искры, продемонстрировавшее, что контроль ЧСС достоверно улучшал, снижал цифры давления в легочной артерии. У пациентов, правда, в первую очередь, сердечное недостаточно. Я думаю, что это будет справедливой для больных с Хобблой ишемической болезнью сердца. За счет удлинения диастовы увеличилось давление перфузии коронарных артерий, увеличивался сердечный выброс и снижалось давление в левом предсердии, соответственно, снижалось давление в легочном стволе. Справедливо ли это для больных с Хобблой и БС? Ведь они все получают бета-агонисты. Побочный эффект – тахикардия. Как мы можем контролировать ЧСС этих больных и повлияет ли это на цифры давления в легочной артерии? Я думаю, что это очень интересный и очень тяжелый вопрос. Если вы подняли вопрос о бета-агонистах, то все-таки давайте скажем, что существуют бета-агонисты короткие и длительного действия. Если говорить с позиции кардиолога, то любой бета-агонист – это несколько очень тяжелых вопросов. Вот посмотрите, бета-агонист – это всегда проблема калия, потому что калий будет меняться в сторону снижения. Раз так, то будет удлиняться интервал КУТЭ. Раз так, то будет возрастать вероятность фибрилляции и смерти пациента. Раз так, то вы будете видоизменять тонус сосудов на периферии, вы ее будете открывать. Это, казалось бы, благо, но вы изменили число сердечных сокращений. Вы сократили диастолу, раздали бета-агонисты. Это очень серьезный аспект у вашего пациента. Поэтому с точки зрения кардиолога вопрос назначения бета-агонистов не может быть рутинной практикой. Вы понимаете, что вы должны назначить, чтобы открыть бронхиальное дерево, это все понятно. Но открыть проходимость бронхов, но вы должны задуматься, что нужен кардиологический контроль. Это как бы с одной стороны. А вот с другой стороны, если вы назначаете эти препараты, то вы должны, конечно же, максимально приложить усилия к анализу нарушения ритма. Поскольку, скорее всего, вы повысите вероятность смерти вашего пациента от фибрилляции желудочка. Если сердце большое, ремоделирован левый желудочек, метральная регургитация у вашего пациента существует, то бета-агонисты, конечно, очень сложны. Я знаю, что были, я думаю, что для кардиолога это было очень важно, были исследования ингаляционной формы бета-агонистов, пероральной формы бета-агонистов. И ингаляционные формы длительные, вот длительные оказались более безопасны, чем короткие формы бета-агонистов. Поэтому это, конечно, очень важный аспект. Абсолютно верно. С точки зрения, ну, вы абсолютно верно сказали, бета-2-агонисты – это те препараты, которые потенциально должны обладать вот этими эффектами влияния на тахикардию, усугубление аритмогенного риска и так далее. Действительно, но вы верно сказали, короткодействующие, длительно действующие – это различные бета-2-агонисты по своим эффектам. Если мы раньше говорили, что любой бета-2-агонист – это плюс 9 ударов в минуту в среднем, был мета-анализ с Альпетера 2004-2006 год, то сегодняшние бета-2-агонисты, а сегодня мы имеем препараты, которые работают длительно, 12 часов, и даже теперь уже 24 часа считаются самыми оптимальными препаратами. Эти препараты, все новые, которые появляются, тоже очень серьезно изучаются на предмет наличия сердечно-сосудистых эффектов. Допустим, эндокатерол – это один из самых последних бета-2-агонистов, в том числе и проверялся, на какое число ударов в минуту он увеличивает пульс, плюс 1-2. Это значит длительное действие. Плюс 1-2, то есть это фактически то, что не является клинически значимым. На какое время он увеличивает коррегированный интервал КУТ – плюс 5 миллисекунд. Да, в общем-то небольшой, но это по сути дела, как бы эти препараты являются достаточно безопасными. Но одно но. Все исследования, которые мы сегодня имеем, ссылаемся, это все-таки исследования, проведенные в рандомизированных исследованиях. Но мы с вами представляем все-таки, какие бывают отборы этих пациентов. Конечно. Побочные эффекты, противопоказания, наличие как раз вот таких выраженных сердечно-сосудистых заболеваний. Эти пациенты, как правило, не включаются в эти работы. Я могу привести интересное исследование, оно совсем маленькое. Марио Козол – это очень известный специалист мирового уровня в области фармактерапии болезней легких. Включил свое исследование больных хобал, но о которых либо была застойная сердечная недостаточность, либо гипоксимия. То есть, парциальное напряжение кислорода меньше 60 мм тупого столба. Давали им форматерол и сальматерол. Бета-2-оргонисты длительные, но 12-часового времени действия. Оказалось, что у этих пациентов мы как раз и имеем тахикардию плюс 10 ударов в минуту и имеем тяжелую гипокалимию. Минус 1 ммоль на литр по калию. Это абсолютно значимое значение. Так что, конечно, несмотря на то, что многие большие исследования говорят нам о безопасности препаратов, надо смотреть на того пациента, реального пациента, кому мы назначаем этот препарат. Все-таки в реальной жизни терапевт сталкивается с этой тахикардией. Какое мнение экспертов? Что ему делать? В большинстве случаев терапевт назначит больному бета-блокаторы. И столкнется, потому что у больного еще ишемическая болезнь сердца, и столкнется с постоянной конкуренцией за бета-рецепторы. У него есть альтернатива. Он может назначить веропромил, катагонист кальция, может назначить блокаторы ФН-каналов, если у пациента синусовый ритм. Как ему быть в этой ситуации? Бета-блокаторы, с одной стороны, имеют одну из самых высоких доказательных баз при ишемической болезни сердца. Но постоянная конкуренция за бета-рецепторы. Как взаимодействовать в данном случае? Я хочу сказать, что, конечно, поднимаете одни из самых тяжелых тем, надо дать вам должное. Но давайте решим такой вопрос. Представьте себе, что вы смотрите на больного с ишемической болезнью сердца. Для вас одна из суперцелей в лечении этого пациента – это достижение ЧСС 55-60 ударов в минуту. Тогда это максимальная продолжительность диастола и лучшая выживаемость вашего пациента. С одной стороны, вы должны дать бета-блокаторы вашему пациенту. У него есть хобл, вы должны сдать бета-агонисты. Это очень серьезная тема, и я очень рад, что мы сможем с вами ее обсудить. Вот я исхожу из простых вещей. Если я действую высокоселективным бета-блокатором, бисопролол, например, отенолол, это высокоселективные бета-блокаторы, если я действую этим препаратом и не достигаю цифр близких к 100% терапевтической, я сохраняю высокую селективность этого препарата. Когда я приближаюсь к цифре 100% от терапевтической дозировки, то, наверное, селективность начинает падать. И тогда я действительно одной ногой давлю на газ, а другой ногой давлю на тормоз. Как быть вот в этой ситуации? Как вы видите решение этой проблемы? То есть пока мы не перешли через определенный уровень, например, 50% терапевтической дозы, реальной проблемы не существует. Вот хорошо, известно, я не могу об этом не рассказать. Первые задумались над этим вопросом еще в 88-м году, это было очень интересное исследование, тогда бисопролол сопоставили с отенололом. И получили, что на отенололе произошла поразительная вещь. Бронхиальная проходимость ухудшалась, а на бисопрололе она улучшилась. Но с 88-го года прошло много лет, и сейчас появились бета-2-агонисты. Вот в этой ситуации как быть? Ну вопрос действительно сложный. Могу сразу начать с конца, что если у нас есть действительно проблемы с назначением бета-2-агонистов, это не такая уж тяжелая ситуация в нашей практике. У нас есть еще и антихолинологические препараты. То есть можно сделать выбор, где мы просто эту проблему уберем. С другой стороны, у нас действительно в нашей практике немало пациентов, которые сегодня получают и бета-блокаторы, и бета-2-агонисты. Но с точки зрения такого сочетания… А как вы полагаете, сколько это примерно процентов людей? Треть? Наверное, 20-30 процентов. Это очень много на самом деле. 20-30 процентов. Оказывается, это действительно много. Это много процентов. И с точки зрения сегодняшних данных, знаний, даже рекомендаций, бета-блокаторы не противопоказаны пациентам Хоббл. Что важно. Если есть необходимость назначения бета-блокатора вследствие того, что у пациента СИБ, с альтериальной гипертезией, ХСН, это можно делать. Но единственное, пока обсуждается вопрос о том, что это должен быть селективный препарат. Тот же самый бисопролол, метапролол и так далее. То есть те препараты, для которых, с одной стороны, существуют данные исследования, то те, которые вы упомянули, что действительно с бисопрололом ситуация очень благополучная, он не влияет фактически на функцию дыхания, что очень важно. С другой стороны, он все еще, видимо, он работает так же хорошо у пациента, как и у пациента с чисто сердечно-сосудистым заболеванием. То есть все те же эффекты могут достигать. Знаете, вот в этой связи, я не знаю, мне кажется, что это очень важно. Очень хочется привлечь внимание к продолжительности действия самого бета-блокатора. Вот если мы представим короткодействующий бета-блокатор, например, отенолол, он в период полуведения 6 часов. Это означает, что вы вступили в борьбу за рецептор, победили в этой борьбе, заблокировали его на 6 часов, и 6 часов ваш организм копит все, что хотите, там, адреналин и так далее. Через 6 часов препарата нет, и рецептор свободен. И вы представляете, мы начинаем разгонять нашего пациента, ЧСС и так далее. И получается, что у нас пациент, как правило, в России отенолол назначает 2 раза. Заметьте, я не сказал, что отенолол плохой препарат. Я говорю, что он назначает 2 раза в сутки. Это означает, что 12 часов пациент остается без прикрытия. Конечно, я с вами соглашусь. То, что вы подчеркнули, что бесопролол – это высокоэффективный препарат, я с вами абсолютно соглашусь. Потому что при однократном приеме это 24 часа контроля ЧСС. Это все-таки очень важный аспект. А все-таки давайте вернемся к доказательной базе, потому что вопрос прозвучал, какая доказательная база. Вот я сейчас могу вспомнить напрямую два исследования. Это метопролол сукцинат. У больных мерит Хартфейла. Там 5 с небольшим процентов больных имели Хоббл. И там не произошло нарушение. Достоверно изменялось, но достоверно не ухудшалось. И все-таки вот это бесопролол. Это применение бесопролола у больных с хроническо-абструктивной болезнью легких. Специальное проспективное исследование, где эффект был как раз положительный. Есть ли еще какая-то доказательная база? Я могу привести тоже данные, которые касаются исследований открытых. Допустим, есть доказательная база. Исследование Шора опубликовано в 2011 году. 6 тысяч больных с Хоббл, все пациенты. Наблюдение 4,5 года. Сравнивается группа пациентов, принимающих бета-блокаторы. Причем это селективные, это метопролол, бисопролол, карбидиол. В итоге получается, пациенты, получавшие бета-блокаторы, жили дольше, бета-блокаторы снизили летальность на 22%. То есть мы сегодня имеем действительно такие подтверждения, таких исследований. Есть и отечественные исследования. Знаете, вот я хочу привести в памяти сейчас всплывает. Такой препарат Бипрол. Это действительно перекрестное исследование по перекрестному дизайну, выполненное в Российской Федерации. Это исследование, подтвердившее соответствовать терапевтическую эквивалентность с оригинальным препаратом, и в том числе сохранность бронхиальной проходимости. То есть смотрите, все-таки мы говорим, что там 6 тысяч, не очень большие какие-то проспективные исследования, но они есть. Они есть. И более того, наверное, еще интересная информация. Мы говорим про стабильных пациентов, длительное наблюдение. Есть работы, где пациентам Хоббл, которым были выполнены сердечно-сосудистые операции, назначались бета-блокаторы и сравнивали с теми пациентами, которые не назначались. Там еще более впечатляющие результаты. 30-дневная летальность меньше на 30%. Есть исследования более того. Мы сегодня имеем два исследования. Одно из них достаточно крупное. Это исследование американское, 800 больных, где анализировались результаты назначения бета-блокаторов. Вдумайтесь. У больных с обострением Хоббл. То есть не просто Хоббл, а с обострением Хоббл. И что удивительно, пациентам, которым назначили бета-блокаторы с обострением Хоббл, летальность была меньше на 60%. То есть есть и такие данные. Так что мы имеем сегодня подтверждение, тезис, что эта терапия нужна. Если есть необходимость с точки зрения сердечно-сосудистых причин, назначения ее, значит эта терапия должна быть назначена. Я хочу усилить то, что вы сказали. В кардиологии есть такие данные. Больные с декомпенсацией кровообращения, сохранившие прием бета-блокаторов, умирали меньше, чем больные, которым отменялись бета-блокаторы. И все-таки вот, знаете, как вы считаете, возможно, этот вопрос не очень корректный, но как врачу? Какой выбрать бета-блокатор? Но первый подход – это продолжительность действия. Я думаю, что здесь все согласятся. Чем больше период полуведения, чем дольше действует препарат, тем лучше. Никаких вопросов. Да, либо препарат, так уж созван, что он действует 24 часа в сутки, либо, допустим, есть для некоторых препаратов элитарная форма. Для метапровол, допустим. Да, пожалуйста, соковая форма. Такая ситуация. И есть, с моей точки зрения, второй подход. Если больной с хобл, то это гипоксия. Если гипоксия, то риск внезапной смерти резко возрастает. Если сопоставить больных с недостаточностью кровообращения внезапной смертью, то самый высокий процент, 46%, снижение риска внезапной смерти продемонстрировал бессупролол. Это чистая правда. Это в исследовании СИБИС-2. Это было продемонстрировано. Может быть, имеет смысл все-таки подходить из наиболее угрожаемых событий. Продолжительность действий – это общепринято. Но если при этом возрастает риск внезапной смерти, то, может быть, еще как один из критерий выбора бета-блокатора. Ну, я могу только согласиться, конечно. Я думаю, да. Позвольте резюмировать. Мы говорим, что если пациент имеет ишемическую болезнь сердца, обструктивную болезнь легких, у него есть показания к назначению бета-блокаторов, то это должен быть высокоселективный бета-блокатор 24-часового периода действия, предпочтительнее бисопролол, чем, например, метапролол из высокоселективных. Но метапролол надо уточнять какой? Исследовалось только метапролол сукцинат. Сукцинат. Хорошо. Предпочтительнее бисопролол. И это предпочтительнее назначение бета-блокаторов. В данном случае однозначно выигрывает перед назначением, например, веропомила, что делают многие врачи, испугавшись каких-то возможных осложнений, и перед назначением блокаторов FN-каналов, пациентов с синусовым ритмом. Я верно понял мнение экспертов? Ну, я думаю, что прямых сопоставлений бета-блокатор практически нет. Ну, можно еще добавить, чтобы не обидеть другие бета-блокаторы. Допустим, есть исследования с неребиавололом. Достаточно неплохие данные по его использованию. С карвидиолом. С карвидиолом тоже есть. Ну, то есть, по сути дела, наверное, 4 препарата, которые можно здесь поставить в один ряд, о которых мы сегодня говорили, все они могут быть использованы у пациентов Кобл. Они относительно безопасны, и это было продемонстрировано. То есть, нужды уходить на веропамил, самый классический вариант ухода, нет? Знаете, если говорить о веропамиле, раз уж поднялся такой вопрос, есть только одно исследование, где веропамил сопоставлялся с атонололом. У больных с ишемической болезнью сердца он показал такой же результат, как и атонолол в снижении риска сердечно-сосудистой смерти. Я думаю, что никаких показаний нет, не существует. Если нет абсолютной непереносимости и абсолютных противопоказаний к назначению бета-блокаторов, то нет. Принцип выбора очень простой. Большой период полуведения, 24 часа постоянной концентрации, доказательная база. Влияние на риск внезапной смерти. Я думаю, что это вполне достаточно, чтобы в первичном звене обосновать свой выбор бета-блокатора. Здесь многое было сказано о снижении риска внезапной смерти, о снижении числа осложнений. Но все мы знаем, что при старте бета-блокаторов у пациента с сердечной недостаточностью также возрастает риск госпитализации в момент старта. Если мы говорим о больном с ЭБС и ХОБУ, у которого ЭБС уже привело к развитию недостаточности кровообращения, есть ли какие-то работы по этому аспекту, по увеличению числа госпитализации среди этих пациентов? Абсолютно все бета-блокаторы в интервале конец второй-третьей недели увеличивают количество госпитализации, если идет аптитрейшн. То есть, если терапевт грамотно назначил стартовую дозу и продолжает ее повышать, то он сокращает сократительную способность. Это продемонстрировано во всех клинических исследованиях. Количество госпитализации увеличивается. Но это короткий промежуток времени. Потому что, если вы посмотрите на отдаленный результат, то смертность будет всегда снижаться. И этого не надо бояться. Гораздо важнее замедлить скорость титрации, но сохранить приверженность к бета-блокатору. То есть, я думаю, что мы выскажем общую позицию. Бета-блокаторы нужны. Это не предмет дискуссии. Выбирая бета-блокатор, мы высказали критерии, по которым целесообразно выбрать бета-блокатору больного с Хоббл и ишемической болезнью сердца. Единственное, что я хотел бы добавить, так как речь идет и про пациента с Хоббл, у которого есть бенхиальная обструкция, то, конечно, при назначении бета-блокатора в первые, наверное, месяцы очень важно иметь информацию и о функции дыхания. То есть, мы с вами, конечно... Достаточно объем форсированного выдоха за одну секунду? Я думаю, достаточно просто проведения спирографии. Петля потока объема или спирография вполне нам даст информацию о том, насколько препарат негативно влияет или не влияет, или положительно влияет. Согласитесь ли вы, что для абсолютного большинства дозировка меньше, чем 50% от терапевтической, она реально не угрожает бронхиальной проходимости? Практически нет. Сергей Николаевич, вы упомянули обязательную спирографию. А как часто практикующему врачу необходимо контролировать обструкцию у своих пациентов? Наверное, если мы говорим о стандартном пациенте, хоббл, то это приблизительно два раза в год. Есть пациенты просто разные. Есть пациенты, у которых ОФВ-1 80%. Возможно, для него хватит и одногодичного наблюдения. То есть, вполне мы допускаем это. С другой стороны, если у пациентов ОФВ-1 30%, наверное, необходимо смотреть за ним почаще. То есть, 4 раза в год, каждые 3 месяца выполнять функциональные исследования. То есть, число спирографии не изменится на фоне аптитрации бета-блокаторов? Наверное, только в начальный период назначения препарата необходимо уделить внимание спирографии, потому что мы должны иметь информацию, насколько препарат безопасен. То есть, убедиться в этом. Если всё нормально, в дальнейшем можно перейти на общий режим как для стандартного пациента хоббл. Спасибо. И давайте тогда перейдём к ещё одной очень важной проблеме сочетания коморбидности ишемической болезни сердца и обструктивной болезни лёгких. Это инфекционное осложнение и просто обострение обструктивной болезни лёгких, которые развиваются у этих пациентов. Вот как правильно, вопрос, который очень часто задаёт практикующий врач, их очень много пришло на сайт клинического подразделения, как правильно провести дифференциальную диагностику? Это обострение хоббл или к нему уже присоединился инфекционный компонент. Врач не видит больного каждый день, он не живёт с ним. Как врачу на фоне первичного, иногда вторичного осмотра правильно провести вот эту дифференциальную диагностику и понять, когда антибиотики уже требуются, когда они ещё не требуются? Вопрос очень сложный, но, наверное, очень актуальный. Дело в том, что начнём мы с того, что обострение хоббл мог быть связано с инфекцией, мог быть не связано с инфекциями. Есть так называемые неинфекционные причины. Приблизительно в среднем 50% всех обострений это действительно инфекция. Мы сегодня знаем лицо этой инфекции, мы знаем, что это пневмокок, гемофильная палочка, марокселла катаралис, всё чаще и чаще синегнойная палочка. Но есть определённые, достаточно простые критерии, клинические, которые позволяют нам сказать, что действительно у пациента есть признаки инфекции. Ну, возьмите характер мокроты. У пациента в стабильный период есть мокрота, но она чистая, светлая, прозрачная, может быть белая, и вдруг она становится зелёной, жёлтой или даже ржавой. Это говорит о том, что изменился цвет, и вот с этим цветом на самом деле связана выраженность бактериальной нагрузки. Есть замечательные исследования, которые показывают чуть ли не прямую корреляцию между цветовым компонентом. Наши коллеги из Великобритании даже создали специальную шкалу, то есть линейка, с разными цветами. Вы прикладываете к мокроте пациента и смотрите, какой градации мокрота. Чем она темнее, тем, соответственно, больше бактериальная нагрузка. Если это не работает, но не всегда бывает так, что у вас пациент откашливает мокроту. Она у него есть, но она у него, либо он её проглатывает, либо он её не откашивает. Есть как бы другая проблема нарушения мукоцеллярного клиренса, или даже не клиренса, здесь речь идёт о ретенции секрета. В такой ситуации нам тоже могут оказать большую помощь несложные инструменты. Но возьмите, допустим, биомаркёры. Несмотря на вот это новое слово, мы знаем, что есть такие простые биомаркёры, которыми является лейкоцитоз, которыми является, допустим, цирреактивный белок. Простейшее исследование. Просто мы сегодня цирреактивный белок не меряем в крестах, как раньше, а измеряем его в точных единицах. Миллиграмм на литр, миллиграмм на децилитр. Выскочувствительный цирреактивный. Да, 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 абсолютно верно. Миллиграмм на литр. Мы сегодня имеем примерно из 10 разных современных исследованиях ту надёжную информацию, что повышение ЦРБ означает наличие инфекционного компонента. Ну, допустим, выше 10 миллиграмм на литр или выше 15 миллиграмм на литр. Разные цифры, но на самом деле они очень близки между собой. Это означает, что у пациента есть признаки инфекции. Конечно, это не чувствительный маркёр, но достаточно специфичный в данной ситуации. Так что такие простые вещи могут. А банальный физикальный осмотр, аускультативная картина. Есть мнение, что если у пациента с обострением ХОБУ развивается пневмония, классическая пневмония, то аускультативная картина немного запаздывает по сравнению с классическим здоровым пациентом, не имеющим инструктивной болезни лёгких. Верно ли это? Или остаётся незамеченной на фоне сухих хрипов, которые вы сегодня упоминали, признаков обструкции? Ну, я могу лишь согласиться, что действительно у пациента, у которого и так богатая аускультативная картина, появление вот этого чего-то нового мы просто-напросто можем легко не увидеть, легко пропустить. Это сложный диагноз. Мы имеем массу примеров, когда даже рентген в грудной клетке нам не дают информации о том, что у пациента есть где-то какой-то новый инфильтрат. Мы просто-напросто его не видим. Проведение компьютера в томографии действительно золотой стандарт. Оно позволяет ответить на этот вопрос, но это дорогое исследование. Оно даже по западным меркам доступно не каждому пациенту, не в каждой стране. Поэтому, на мой взгляд, здесь мы опять же можем обратиться к тем же самым так называемым биомаркерам. Тот же самый ци-реактивный протеин, если его уровень выше уже, но не 10-15 уже будет граница, а допустим 100 мг на литр. Скорее всего, здесь имеет место пневмония. В общем, посыл остается абсолютно правильный. Диагноз пневмонии при Хоббл очень и очень сложная проблема. Сергей Николаевич, вот можно вас попросить прокомментировать фрагмент из лекции Боткина. Он предлагал всегда, я буду политкорректен, перекрестить со стороны спины пациента. Он проводил вертикальную линию по позвоночному столбу, горизонтальную, по углу лопаток. И он всегда призывал оценить врача симметрию хрипов. Он говорил, что появление асимметричных влажных хрипов всегда должно склонить мнение врача к формированию пневмонии у пациента. Сохраняется ли это актуальными сейчас? Не произошел метаморфоз? Нет изменений? Нет, отчасти да. Скорее всего, это правило остается, оно работает. Но, увы, опять же, далеко не у всех пациентов. Мы имеем в клинической практике массу ситуаций, когда у пациентов без пневмонии может быть аускультативная картина несколько асимметричная. На самом деле, это, конечно, субъективно, но мы всем с вами представляем, что нельзя говорить об абсолютной надежности этих признаков. С другой стороны, у нас с вами могут быть те пациенты, у которых есть, допустим, локальные хронические изменения, локальный пневмофиброз, который может давать вот эту асимметричную картину. И понять, что здесь, пневмония или старые изменения, которые к пневмонии отношения имеют, конечно, будет уже сложнее. Сергей Ильич, а если попробовать подойти к этой проблеме с точки зрения фенотипа? Существует вот в современном, не в генетическом понимании слова фенотип, фенотип наверняка можно выделить группу пациентов, у которых инфекция наиболевероятна. И ожидание пневмонии, наверное, будет более оправданным. Абсолютно верно. Да, сегодня тема фенотипа является модной. Но на самом деле, эта мода обусловлена тем, что эта тема очень перспективная. Действительно, фенотип позволяет подойти к лечению, к ведению пациента индивидуально. Это так называемый выход или дорога к персонализированной медицине. С точки зрения фенотипа, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что здесь применить на хобл понятие фенотип звучит немножко необычно. Это не то студенческое определение, где фенотип – это совокупность факторов внешней среды и взаимодействие с генетическим материалом. Для фенотипа в области хобл. Сегодня некоторые наши эксперты придумали такое определение, что фенотип – это характерная черта или комбинация таких черт, которые определяют различия между пациентами по прогнозу, по терапии, по клинически значимым исходам. Из этой позиции мы можем привести такие примеры. У нас сегодня есть очерченные фенотипы, старые, хорошо нам известные, бронхитические, эмфизематозные. Недавно широко вошел в нашу практику так называемый фенотип с частыми обострениями. И сегодня можно говорить о том, что даже фенотип с частыми обострениями наверное будет иметь не очень продолжительную жизнь, потому что опять же причины обострения разные, пациенты достаточно отличаются между собой. Одно из предложений наших испанских коллег, у них есть свои рекомендации испаноговорящего общества, причем рекомендации по введению основаны как раз на фенотипах. Это первые в мире подобные рекомендации. Так вот у них предлагается ввести в дальнейшем так называемый инфекционный фенотип. Это вот как раз то, про что мы говорим. То есть пациент с колонизацией дыхательных путей, с постоянной продукцией мокроты, стабильный период, период обострения мокроты меняет свои свойства, становится более обильным, становится мокроты другого цвета. И это пациенты, которые предрасположены к развитию более частых пневмоний, чем у других больных. То есть выделение такого фенотипа нам позволяет получить информацию о том, что нам ожидать от пациента. И более того, могу сказать, что возможно в скором будущем терапия больных хоббл с этим фенотипом будет отличаться от остальных. Уже сегодня серьезно поднимается вопрос о длительной терапии антибиотиками. Конечно, это пока нет ни в каких рекомендациях, но ведутся исследования. То есть вы можете наверное ожидать, что возможно будущая терапия таких пациентов будет очень похожа на пациентов с муковисцидозом и на пациентов с брухоэктазами. Там уже сегодня длительное назначение антибиотиков, особенно ингаляционных антибиотиков, это стандарт введения таких пациентов. Наверное и у наших пациентов с инфекционным фенотипом можно ожидать получить те же самые эффекты. То есть элиминация, вернее снижение уровня бактериальной нагрузки приведет к тому, что обострение будет меньше и риск развития инфекционных осложнений тоже будет меньше. Я позволю себе еще раз привлечь внимание наших слушателей к этой проблеме. В одном хорошо известном исследовании, набравшем почти 24 тысячи аутопсий, это ретроспективное исследование, расхождение от аутопсии пациентов, умерших на участках поликлиник. Расхождение достигли 67%, из них 27% были больны с обструктивной болезнью легких. Число недодиагностики пневмонии огромное, особенно у больных с хоблом, как вот верно подметил Сергей Николаевич, объясню, почему это происходит. Таким образом, все-таки для практикующего врача, если я правильно понял, я бы хотел резюмировать, то первое, что мы оцениваем, это фенотип больного из предложенных. Дальше мы оцениваем, изменился ли цвет мокроты у этого больного и по цвету ориентируемся. Дальше мы ориентируемся на ускульдативную картину и клинические, классические клинические маркеры воспаления. Это лейкоцитоз, это цирреактивный белок и температурная реакция, если она присутствует. Верно ли? Я резюмировал. Да, да, абсолютно верно. То есть мы имеем в контексте ухудшение течения хобла, то есть обострение вот эти все черты, которые вы только что назвали, которые могут означать о том, что у пациента возможно есть пневмония. То есть к такому пациенту надо отнестись более внимательно, потому что на самом деле пневмония это тоже огромная проблема для больных хобл. Пневмония она убивает пациентов хобл, не стоит преуменьшать ее значение. Такие разговоры сегодня ведутся, но у нас есть допустим сравнение летальности пневмонии в фармакологических исследованиях. Вот в некоторых исследованиях было показано, что вроде бы пневмония есть, но на прогноз она больных хобл не влияет. Уважаемые коллеги, но это исследование, здесь свои специальные рафинированные условия. В реальной жизни пневмония очень тяжелое событие для больного хобла. Ну и тогда я позволю себе сразу задать крайне практический актуальный вопрос, который очень актуален для практикующего врача. Огромное количество больных с обструктивной болезнью легких получает глюкокортикостероиды. Если мы говорим о пневмонии, то это однозначный вопрос назначения антибактериальных препаратов. Огромное количество врачей сталкиваются с этой проблемой и не знают, как действовать, какую тактику выбрать в данной ситуации. С одной стороны, глюкокортикостероиды все в студенческих времен хорошо знают, что их сложно сочетать с антибактериальными препаратами. С другой стороны, необходимость назначения антибиотиков. Пока мы не говорим о каких антибиотиков. Сам факт назначения антибиотиков и глюкокортикостероидов. К сожалению, то исследование, которое вы упоминали, оно и сказало, что происходит то, чего не... Ну, вы увидите, это отмена. И как быть в этой ситуации? Ну, с точки зрения как бы возможности сочетания этих препаратов, надо сказать, эти препараты могут быть назначены одному и тому же пациенту. Более того, в клинической практике ведения с обострениями чаще всего именно так и происходит. Больной получает и глюкокортикостероиды, и антибиотики. Связано это со многими факторами. Первый фактор. Не всегда мы точно знаем, есть инфекция или нет. Но если в половине случаев есть инфекция, то, соответственно, мы знаем, что в половине случаев ее нет. Только половине нужны антибиотики. Но вот мы, к сожалению, сегодня не можем сказать точно на 100%, у какой половины их нет. А второе, но рекомендации по глюкокортикостероидам в период обострения, конечно, они достаточно устоявшиеся. На самом деле, конечно, место будет меняться глюкокортикостероидов. Очень много есть. Несмотря на то, что, допустим, в таком важном, значимом, самом известном руководстве ГОЛД, это руководство по составлению руководства, глобальное, для глюкокортикостероидов при обострении отведено самое высокое место, уровень доказательности А, но не всем пациентам нужны такие препараты. С точки зрения наличия сопутствующих заболеваний, это раз, а с точки зрения их эффективности, не у всех они работают. Буквально, вот на прошлой неделе было опубликовано очень интересное исследование франкоговорящих коллег. Первую скрипку там играли, по-моему, представители Туниса, но, тем не менее, исследование очень хорошо организовано, было опубликовано в самом рейтинговом журнале по пульмонологии. Что оказалось? Тяжелейшие пациенты с обострением ХОБУ, у которых есть ОДН, острое дыхательное недостаточность, которые интубированы, даже эти тяжелейшие пациенты не получили преимущество от назначения системных глюкокортикостероидов. Все конечные точки, прогноз, выживаемость, длительность госпитализации оказались абсолютно одинаковыми. Поэтому место глюкокортикостероидов точно будет уточняться, намного более скрупулезный к этому будет подход. Отвечая еще раз, возвращаясь к началу вопроса, пока можно назначать одновременно и глюкокортикостероиды, и антибиотики. И, наверное, очень важно сказать, что если у пациента действительно есть ответ на глюкокортикостероиды, допустим, на ингаляционные, не надо их отменять вот в этот период, если он уже их получает. Потому что мы таким образом просто лишаем пациента эффективной части терапии. можно все-таки пользуясь случаем, что мы с вами беседуем, как вы полагаете, что будет вытеснять? Рофомиласт? Сложно сказать. Я могу сказать на этот вопрос следующим образом. Безусловно, стероиды назначаются лишь потому, что они влияют на воспаление. Но воспаление приходов сложное. Здесь масса клеточных элементов. Элементы, допустим, такие как нитрофилы, макрофаги, Си-Ди-8-лимфоциты, многие из них не поддаются терапии глюкокортикостероидами. То есть на нитрофильную реакцию мы не можем действовать при помощи ГКС. Рофомиласт как раз из тех препаратов, из другого класса, ингибиторы фосфодиэстераза-4, которые хорошо влияют на нитрофильное воспаление. И сегодня есть исследование, которое показывает, что он нужен пациентам, но тоже удивительная история. Рофомиласт новый препарат, но для него уже прописана своя ниша. с точки зрения тех же фенотипов, как мы с вами говорили. Тяжелый пациент, абструкция менее 50 по УФВ-1, частое обострение, бронхитический вариант. Там рофомиласт работает просто очень хорошо. Возможно сочетание глюкокортикостероидов с рофомиластом. То есть между ними нет никаких противоречий. Более того, есть исследования, которые показывают, что на фоне назначения ингаляционных стероидов рофомиласт работает чуть лучше, чем без них. То есть как бы вот такие данные сегодня есть. Сергей Юрьевич, но все-таки если вернуться к фенотипу, врач увидал, предположил, заподозрил пневмонию, пациент живет дома, в семье, у него хроническая обструктивная болезнь легких. Ваш совет или стратегия выбора антибактериального препарата в этой ситуации? Ну, антибиотики у нас есть. Я позволю вмешаться. Давайте перейдем к стратегии назначения выбора чуть позже. У нас есть ряд вопросов. Практических, на которые необходимо ответить до этого момента. Вот такой практический вопрос. Мы хорошо знаем критерии тяжести, когда пациента необходимо госпитализировать некого абстрактного пациента с пневмонией. Это уровень лейкоцитов, лейкопения, права у лейкоцитов, иммунного ответа. Уровень артериального давления, это лейкоцитоз. Справедливо ли то же самое для больного с обструктивной болезнью легких? Какие критерии тяжести необходимо оценить врачу, поликлиническому врачу-терапевту на дому, на таблетированной форме или он должен быть госпитализирован? Есть ли какие-то особенности при абстрактивной болезни легких? Безусловно, особенности есть. Мы можем легко предположить, что чем тяжелее обострение, тем больше необходимость госпитализации таких пациентов. Сегодня есть критерии госпитализации в отделении и критерии госпитализации в отделении интенсивной терапии. С точки зрения последнего отделения интенсивной терапии, здесь, наверное, намного все проще. Если у пациента появились признаки дыхательной недостаточности, я имею в виду понятие с точки зрения патофизиологии, это нарушение газообмена, гипоксимия, гиперкопния, ацидоз. Пациент должен находиться в отделении интенсивной терапии. Если у пациента есть такие сложные вещи, которые, опять же, связывают с пневмонией, возможно развитие сепсиса, тяжелого сепсиса, даже септического шока, безусловно, этот пациент должен находиться только там и нигде иначе, только в отделении интенсивной терапии. Плюс проблемный пациент, у которого происходит декомпенсация сопутствующих заболеваний, ну возьмем сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и так далее. То есть коморбидная патология тоже, к сожалению, не улучшается в этот период, часто мы видим, как бы она ухудшается, соответственно, одно, другое, третье все вместе определяет повышенную тяжесть пациента. Ну и с точки зрения того, что мы можем предложить по поведению таких больных, в отделении тесинотерапии пациент получает респираторную поддержку и терапию по поводу септического шока. Нигде иначе таких пациентов не ведут. Пациенты, которых мы госпитализируем в стационар, априори они более легкие пациенты, но мы их уже не рискуем оставить дома или на поликлиническом этапе ведения. Это пациенты, у которых усугубляются ранее существовавшие симптомы, и в первую очередь это одышка диспноя. То есть она становится, ну скажем так, неконтролируемой или малоконтролируемой при помощи той типичной терапии. Вторая ситуация. У пациента, опять же, сопутствующие заболевания, которые необходимо учитывать и которые необходимо контролировать, скорее всего, удобнее это всего сделать и лучше и эффективнее сделать именно в условиях стационара, где есть на то условия. Но и существуют так называемые показания по госпитализации. Больные пожилого возраста, с которыми очень сложно справляться в домашних условиях. Пациенты, у которых, опять же, по социальному статусу нет возможностей получения или у нас нет гарантии, потому что он будет получать адекватную терапию и что за этим пациентам будет обеспечен адекватный уход. Это уже, конечно, социальные показания, но они тоже очень важны. Это пациент, скорее всего, пойдет в отделение пульмонологии терапии. И с точки зрения того, что там будет проводиться, там будет проводиться вся эта терапия, которая направлена на коррекцию, на купирование обострения, возможно, на коррекцию дыхательной недостаточности. В условиях стационара возможно проведение кислородотерапии или даже некоторых методов респираторной поддержки, допустим, неинвазивной вентиляции легких, вот, допустим, в стационаре, где я работаю, там неинвазивная вентиляция проводится в условиях отделения пульмонологии. Вполне успешно, с хорошими результатами. То есть это вот вкратце. Теперь, когда мы, наконец, определили, благодаря экспертам, поставили какие-то границы, какой пациент находится дома, какой пациент отправляется в стационар, у какого пациента более вероятна пневмония, у какого менее вероятна, давайте перейдём к вопросу назначения антибактериальных схем терапии. И я бы попросил экспертов остановиться максимально подробно, потому что это крайне актуальный вопрос для практикующего врача. Все знают, что старт с макролидов и защищённых аминопенициллинов, потом это респираторные фторхиналоны. Но как правильно оценить, какая доза, какой пациент, с чего начинаем, какой макролид выбрать, насколько я знаю, я не являюсь экспертом в этой области, насколько я знаю, эритромицин не рекомендован, рекомендован азитромицин или кларитромицин. Я прошу экспертов максимально подробно коснуться этого очень актуального для практикующего врача вопроса. Знаете, я бы начал со сбора анамнеза в этой ситуации, мне кажется, что это безумно важно. Абсолютно верно. То есть это то, что определяет само по себе обострение. С позиции обострения, с позиции даже антибиотикотерапии при обострении, сегодня есть так называемые стратификационные схемы. Впервые их предложили наши канадские коллеги, но они оказались настолько удачными, настолько простыми для клинической практики, что они сегодня адаптированы буквально на всех уровнях рекомендаций, международных, национальных и в нашей стране в том числе. То есть всё зависит от того, какое обострение. И вы абсолютно правы, Григорий Павлович, что на основе анамнеза можно легко сказать, какое обострение у пациента. Мы знаем его функции дыхания, мы знаем его возраст, мы знаем наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Где был, в каком стационаре лежал. Это тоже очень важно. И, возможно, какая флора высевалась раньше. Флору-то они точно не знают. Никто это совершенно не знаю. Я думаю, иногда просто бывают доступные выписки, если мы видим, что там сенегнойная палочка была стойка. Но можно предполагать. Лежал в хирургическом стационаре, лежал в неврологическом, лежал в отделении реанимации. Предположили, то есть, можем ли мы сейчас построить некоторую такую, знаете, ступенчатую линию. Например, менее тяжелый, тяжелый, очень тяжелый. Есть ли вот здесь, менее тяжелый, и он на участке, на дому, к нему пришел врач из поликлиники. Все-таки что мы наиболее вероятно можем предполагать, эмпирически выбирая антибиотик, мы можем предполагать, что это хемофилиус инфлюенции, невмокок, да, наиболее вероятно. Значит, тогда все-таки, что бы вы сказали, ваше видение этого вопроса, что бы вы сказали, какой антибиотик? С точки зрения, опять же, вот этой статификации, да, абсолютно верно. Ну, предложим, у пациента есть набор таких признаков. У него есть функция дыхания, где-то в истории болезни написана просто цифра УФВ-1, 70%. Если УФВ-1 больше 50%, это, в общем-то, не тяжелая обструкция. Возраст пациента меньше 65 лет. И третье, ну, мы хотя сегодня и обсуждаем ситуацию, коморбидность ситуации, но представим, как бы, такого идеального пациента, у него нет хронической сердечной недостаточности, нет сердечных заболеваний. Это пациент с легким обострением ХОБУ, легкое с точки, вернее, простое, не осложненное, не осложненное с точки зрения антибиотиков. И здесь мы можем в качестве выбора антибиотиков порекомендовать макролиды. Вопрос, какой макролид? Азитра, кларитромицин, в первую очередь, для них наибольшее число исследований. С точки зрения эритромицина, наверное, нет. Не потому, что он неэффективен, потому что он более сложный препарат с точки зрения побочных эффектов и с точки зрения пути его назначения. Более частое дозирование, больше побочных реакций. Поэтому пока сегодня азитра, кларитра имеют такое большее значение. У этих же больных возможно рассмотрение амоксицелина тоже. Почему? Потому что, допустим, в Российской Федерации, как показывают последние данные микробиологических исследований, резистентность гемопильной палочки к амоксицелину в общем-то не превышает 10%. То есть у нас российская гемофильная палочка очень хорошая. Бета-лактормаз-продуцирующих форм не очень много, как бывает во всем мире. Так что амоксицелин можно рассматривать в этой ситуации. И плюс преоральный цеплоаспорин. Их не так много у нас. Ну, допустим, цификсин вполне подходит. Как антигемофильный препарат вполне. То есть эффективная терапия. Понятно. Выбирай вот из этого перечисленного там что хочешь. Выбирай химмицин, выбирай там макролид. Пожалуйста, делай что хочешь. Но вот я хочу привлечь ваше внимание, что реальная практика показывает, что вот здесь начинается лечение с торхенолуна. Вы знаете, какой процент поступает в стационар пациентов, в обычный терапевтический, где совсем другой принцип выбора. Вот как в этой ситуации, вы как эксперт в этом вопросе, скажите свои вещи. Я считаю, что вот для этих пациентов с неосложненным обострением все-таки лучше не начинать терапию с торхенолуна. Все-таки это важная терапия, но она для более тяжелых пациентов. Давайте мы сохраним ее именно так. Чтобы было куда отсюда. У нас там, к сожалению, сегодня не такой большой выбор. По сути дела, если идет разговор о вторых хенолунах, это либо левофлоксоцин, либо моксифлоксоцин. Гати? Гати в плане кардиологии, я думаю, что мы задумаемся о КУТ и побочных эффектах. Гемифлоксоцин, он хорош с этой позиции, но его просто-напросто практически нет. То он есть, то он нет, но в настоящий момент опять он где-то затерялся. То есть не самый распространенный для нашей страны, хотя и был зарегистрирован. Не остается либо лево, либо моксифлоксоцин для наших пациентов. Но это все-таки куда более существенная ситуация. Это более сложные пациенты, это более тяжелые пациенты. Старше 65 лет. Они уже более пожилые, у них уже больше бронхиальная обструкция, у них уже есть сопутствующие заболевания. В том числе, возможно, ИБС, возможно, ХСН, возможно, сахарный диабет. То есть это более тяжелые пациенты. Но мы пока еще не взяли как бы самой проблемной группы. Самая проблемная группа с точки зрения антибиотиков, это пациенты с риском синегнойной инфекции. Псиодомоносорогеноза. Для них тоже сегодня есть свои критерии. Первое, это самая выраженная бронхиальная обструкция, УФВ-1, менее 30%. Пациенты, которые получают частые курсы антибиотиков, более 4 раз в год антибиотики, или получают курсы системными глюкокортикостероидами. И плюс еще такое указание, у пациентов есть бронхоэктазы. Ну как их? Наиболее, да. Как найти? Сегодня компьютерная томография делается далеко не всем пациентам, но в ряде случаев, если у пациентов проведен данный вид исследования, и там есть информация о наличии бронхоэктазов, это пациент высокого риска по колонизации синегной палочки. Врач первичного звена заподозрил псиодомоносорогеноза, предположил высокую вероятность. Что все-таки в этой ситуации? Не морочить голову госпитализировать? Не всегда, наверное, потому что есть... Это будет пятый курс антибиотиков за год, да? Да, наверное, не всегда, но, как правило, это более тяжелые пациенты. Как правило, все-таки они находятся в основном в стационаре. Я могу предположить, что есть определенный вид пациентов, ну, допустим, с теми же самыми бронхоэктазами, у которых функция дыхания может быть не так нарушена, у которых состояние в период обострения, ну, скажем так, ухудшилось ненамного, то есть они сохраняют свою активность, они могут двигаться и так далее, то есть не являются лежачими больными. Возможно, у ряда пациентов и терапия в домашних условиях. Другой вопрос, о выборе препаратов, их, как бы, у нас не очень много для домашних условий. Можно все-таки вернемся к домашним условиям? Вот представьте себе, я врач первичного звена, я увидал, неважно, что я назначил, там, хемоменцин, амоксицин, неважно совершенно. Сколько часов я жду успех? 36? Навряд ли я приду через 36. 72? Навряд ли приду. Но, возможно, я приду через 72 часа. Я не получил успех. Должен ли я рассматривать эту ситуацию как абсолютное показание для госпитализации пациента? Или я могу рискнуть и перейти, например, на вторхиналоны? Наверное, я бы посоветовал врачам в такой ситуации, допустим, отсутствие эффекта на антибиотик через 24-48 часов, рассматривать пациента как пациента потенциального для госпитализации. Я позволю себе вмешаться с таким вопросом. Но если речь идет, например, об азитромицине, он накапливается 72 часа, трехдневный курс приема, и дальше мы сохраняем эффект. Вот в случае азитромицина справедливо ли то же самое? 72 часа рубеж, ниже которого мы повышаем риск антибиотикорезистентности, после которого мы уже имеем необходимость сменить антибиотик. Для азитромицина точно так же или нет? Думаю, что точно так же. Знаете почему? Потому что эффект от азитромицина мы ожидаем увидеть так же быстро, как от любого антибиотика. Другой вопрос, что азитромицин действительно уникальный препарат, он может обеспечить абсолютно разные курсы назначения препарата. Но вот возьмите ситуацию, не так давно в нашей стране был уникальный азитромицин, одной из ведущих компаний, 2-х граммовая таблетка для терапии легкой пневмонии, пациент получал ее один раз. Но зато концентрация в тканях азитромицина держалась приблизительно 7-10 суток. Да, очень... Ну, другой вопрос, почему он исчез, не будем это комментировать. Ну, наверное, просто не каждый врач психологически готов лечить пневмонию одной таблеткой. А вот с точки зрения быстроты наступления эффекта азитромицина, оно такое же, как у других антибиотиков. Через те же 24-48 часов мы ожидаем увидеть улучшение картины, как клинической, ну и так далее. Ну, вот проводя опрос на сайте клинического подразделения, мы выяснили, в принципе, совпадающие с мировыми рекомендацией, естественно, с тем, что говорят наши эксперты. Врачи назначают это либо макролиды, либо защищенные амином пенициллина, либо уже фторхиналоны. Но в стационарах большой разброс назначаемых антибактериальных препаратов. Это и фоцефаоспорина не только третьего, но и, например, первого поколения. А 13% опрошенных ответило, что они назначали ципрофлоксацин, нереспираторный фторхиналон, для профилактики развития пневмонии у пациента с обострением Хоббл. Честно говоря, я не являюсь экспертом, не вижу никакой обоснованности подобного назначения, но я обращусь к этим вопросам к экспертам. Ну, я сомневаюсь в справедливости такого назначения. Я думаю, такая тактика абсолютно неправильная, но говоря о ципрофлоксацине, место при обострении Хоббл у него всё-таки есть. Это вот то самое место, которое касается той ситуации, когда причиной является псевдомоносорогеноза, синегнойной инфекцией. Препарат сохраняет своё значение здесь. У него, ну, как бы мы видим, что вообще синегнойной палочки бывают разные. Бывают внутрибольничные, бывают внебольничные. Вот так синегнойная палочка, которая вызывает обострение Хоббл, она лучше, в кавычках, чем та синегнойная палочка, которая вызывает внутрибольничную пневмонию. Вот если развивается внутрибольничное пневмоние, К сожалению, там цифрофлоксацин уже имеет очень большие ограничения, резистентность к нему достаточно высока, в некоторых стационарах до 70%. Вот та же синегнойная палочка, которая вызывает обострение в кобу, ситуация с цифрофлоксацином выглядит лучше. То есть резистентность есть, но она меньше, в 2,5 раза, поэтому тут цифрофлоксацин может быть назначен. Но мы должны быть убеждены, что это синегнойная палочка. Это единственная ситуация, когда речь идёт о назначении цифро. Все другие абсолютно не обоснованы для назначения этого препарата. Ещё у меня такой вопрос именно по флоре. Дело в том, что существует, когда мы сеем мокроту нашего пациента, то по неким стандартам лабораторной практики существует мнение, что высевание S. viridens или зеленящего стифрофлокока является диагностической ошибкой посева. Тем не менее, зелёный цвет мокроты и эта бактерия очень часто встречаются у наших пациентов, меж тем она живёт на кайме зуба. И мне не удалось найти никаких достоверных подтверждений того, что S. viridens способен вызвать пневмонию. Большое, огромное исследование по всем странам Европы выявило 76 случаев за 12 лет по Европе. Ну, практически, нулевые, да. Можем ли мы говорить о том, что это всё-таки лабораторная ошибка, или при Хобу имеются какие-то особые данные, и она всё-таки вызывает эти обострения? Ну, это характерный зелёный цвет мокроты. Да нет, это не ошибка, но это другая ситуация. Просто-напросто тот стриптококк зеленящий, который мы высеваем, он живёт хорошо во рту, он живёт в верхних дыхательных путях, поэтому он и сеется, поэтому он и есть. Другое дело, что просто-напросто у нашего же пациента может быть другой микроорганизм, ну, возьмём пневмококк, мы знаем, что он более капризный в культуральном плане, поэтому мы его часто можем и не обнаружить в такой ситуации. Вы абсолютно правы, как бы зеленящий стриптококк, ну, во-первых, это, конечно, нужно сказать, что это не один микроорганизм, это целая гетерогенная группа, это такое вот сборное понятие, что стоит за зеленящим стриптококком. Но с точки зрения развития инвазивных инфекций, к которым относится пневмония, наверное, он имеет очень малое отношение. Да, есть такие данные у десятков пациентов, а пневмококк мы знаем, что это уже, наверное, сотни тысяч, если не миллионы, поэтому соотношения разные. Есть данные, допустим, по роли зеленящего стриптокока по развитию плевритов, ну, у некоторых компроментированных групп пациентов, то есть там, по сути, делаем пиему плевритов. Да, такая ситуация возможна. Ну, в общем-то, нет, ни наисерия, ни эпидермальный стриптококк, ни зеленящий стриптококк не являются, как правило, причинными факторами развития инфекции дыхательных путей. И ещё один вопрос по микрофлоре. В нашей стране всё больше пациентов, получающих постоянную кислородотерапию. И есть отдельные работы, говорящие о том, что у этих пациентов, сходящих с назальным катетером, происходит смена микрофлоры носоглотки, носа носоглотки. Верно ли это? Ну, данных таких очень мало, а с другой стороны, наверное, не совсем так. Почему? Потому что, ну, то, что действительно, что мы можем иметь у человека, которому назначена кислородотерапия. Возможно, длительное назначение кислородотерапии действительно подсушивает слизистую, даёт какой-то определённый дискомфорт. Само по себе наличие какого-то устройства, находящегося на границе влажной среды, достаточно высокий риск того создаёт, что это устройство может подвигнуться к контоминации. Но в основном всё-таки не стоит говорить о том, что кислородотерапия является таким способом, который является причиной смены микроорганизма. Во-первых, несмотря на то, что это устройство, оно не совсем инвазивное, но представьте себе, как правило, назначается через носовые конюли, полтора сантиметра в каждую ноздрю, ну, это не так глубоко, да, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, опыт, который сегодня есть во всём мире, кислород назначается пациентам годами, показывает, что больших проблем с точки зрения микроорганизмов у них не возникает. Более того, на фоне кислородотерапии достоверно отмечено снижение числа обострений. Наверное, вот других причин тут мы не понимаем. Конечно, лёгочная гипертензия, там, да, всё, комплексное причин. Скажите, как вы полагаете, достаточно посмотреть на наружный носовой ход, и если там нет мацерации, нет изменений, то и не надо поднимать проблему? Да, вполне, вполне. Ну и ещё раз возвращаясь к вопросу микрофлоры, я знаю, Сергей Николаевич, что вы занимались проблемой стерильности дыхательных путей и лёгких. Не могли бы вы поподробнее для наших слушателей прокомментировать? Есть мнение, многие упомнят с студенческих времён, оно преподаётся, что лёгкие здорового человека стерильные. Можем, действительно ли это так на основании знаний 21 века? И можем ли мы говорить то же самое у пациента с обструктивной болезнью лёгких? Ну, говоря о здоровом человеке, о стерильности лёгких, на самом деле это так, но одно условие, все эти знания были получены только при помощи изучения лёгких, с помощью культур, культуральных методов, то, что высевается. Сегодня уже есть другие технологии. Метогеном? Микробиота. Мы говорим, мы говорим микробиом. Что такое микробиота? Это, в общем-то, бактерии, которые находятся в одном месте, ну, допустим, бронхо. Микробиомы – это как бы совокупность вот этих всех микробиот. Сегодня существуют абсолютно новые методы, методики, которые, допустим, основаны на выделении 16С-ребосомной единицы, которая нам позволяет дать информацию о том, что есть микроорганизмы в любом месте. И вот это знание буквально последних 10 лет оказалось, что стерильных лёгких, увы, не существует. То есть у здорового человека вот эти исследования по микробиоте дают информацию о том, что да, наши лёгкие заселены микроорганизмами, причём не такими, каких мы боимся. То есть там, допустим, есть информация о пропиобактерии и так далее. То есть опрованная роба, которых мы обычно не видим, не получаем, и можем говорить о том, что это относительно безопасные организмы. Может быть, это не так. Другой вопрос. С точки зрения лёгких больного хоба, они, эти лёгкие, не стерильны. При помощи культурального метода, культуральных методов, вернее, можно обнаружить колонизацию в стабильный период приблизительно у половины всех больных хобал. Ну, в среднем половина, потому что есть данные там и больше. А с точки зрения периода обострения, здесь уже наши лёгкие у больных хобал не стерильны в 70-80% в случае. То есть вот если брать информацию по микробиоте, сегодня такие исследования есть, которые сравнивали, допустим, больных хобал в период стабильный, в период обострения. Ну, там тоже очень много самых разных находок. Оказывается, что не только те же самые синегнойные палочки являются более превалирующими во время обострения, но и та же самая пропиобактерия почему-то ведёт себя по-другому. То есть вот есть новая информация. Пока мы ещё не знаем, какое будет приложение с клинической точки зрения. Но то, что наверняка те наши знания, которыми мы обладаем, будут меняться, это точно. Так что вот наши студенты, которые сегодня входят в взрослую жизнь, то есть будут врачами, наверное, вот уже через какое-то время будут лечить больных или вести больных не так, как мы видим сегодня. В этом случае есть работы, которые говорят, что метагеном, который получается с паранхиального дерева у больных с лёгочной гипертензией, прослеживанного одного и того же пациента, пептатный материал, он меняется. То есть это говорит о том, что на протяжении жизни мы как бы сосуществуем. С микроорганизмами. С микроорганизмами. Да, абсолютно верно. Не все микроорганизмы вредны, есть и микроорганизмы. Конечно, да. Наверное, которые обеспечивают в том числе и нашу жизнедеятельность. Ну и у меня тогда вопрос, завершая тему пневмонии, воспаления, инфекции дыхательных путей, у меня вопрос к обоим экспертам. Больной с ишемической болезнью сердца, обструктивной болезнью лёгких, часто уже дошёл до состояния недостаточности кровообращения и нуждается в назначении мочегонных препаратов. Но есть мнение, что активная мочегонная терапия у этих больных, они часто достаточно её получают, приводит к увеличению вязкости мокроты и затруднению её отхождения. Вы не могли бы оба эксперта прокомментировать эту проблему с точки зрения пульмонологии и с точки зрения кардиологии? Знаете, проблема, которую вы поднимаете, она очень жёстко регламентирована в современных руководствах. Мочегонный препарат, назначаемый в режиме гипердоз, высоких доз, форсированный диурез, абсолютно запрещённая сегодня процедура, поскольку форсированный диурез показан только в одном отделении, в отделении реанимации, при жизни угрожающем отёке лёгких. Всё остальное окончается весьма печально. Это изменение уровня натрия, изменение уровня калия со всеми печальными последствиями. Поэтому все мировые руководства написали так. Если твой больной стабилен, то доза мочегонного должна быть такая, чтобы она дала плюс 0,2-0,5 литра по отношению к выпитой жидкости. Контролируй при этом соль, назначай ингибиторы и назначай бета-блокаты, потому что любой мочегонный препарат повышает активность и ангиотензина-2, и норадреналин, и так далее. Но надо твёрдо запомнить, что когда ты назначаешь мочегонные препараты, то в реальной жизни ты изменяешь вязкость мокроты. Поэтому чем больше мокроты останется там, чем большая вязкость, тем хуже её эвакуация, тем более вероятно возникновение в том числе и бактериальной инфекции, тем более вероятно возникновение гипоксива этих людей. Поэтому форсированный дюре, с моей точки зрения, это абсолютное зло не только у человека с недостаточностью кровообращения, но и у человека с недостаточностью кровообращения плюс хобл и БС плюс хобл будет в этой комарбидности. Как ваше мнение? Ну, моё мнение действительно совпадает. Мочегонные препараты к ним надо относиться осторожно у тяжёлых пациентов. Если речь идёт о пациентах хобл, да, ситуация, возможно, с влиянием на мокроту, хотя на самом деле здесь, обсуждая вопросы доказательной медицины, очень сложно это доказать, да, потому что в ряде случаев, когда у пациента исчезает мокрота, мы просто не знаем, от чего она исчезла. То есть, возможно, в самой разной ситуации, возможно, эту ситуацию усугубили назначение мочегонных препаратов. Но зато абсолютно чётко известно, что можно легко подтвердить в клинической практике. Назначаем мочегонные, мы меняем КСС, мы меняем… КАШ, Волкалоз, да. Пациент ходит в Волкалоз. Что такое Волкалоз для дыхательного центра? Да. То есть, мы имеем ту ситуацию, когда наступает угнетение дыхательного центра, и, по сути дела, мы имеем ситуацию, приводящую к гиповентиляции. Да, совершенно точно. Гиповентиляция – это гиперкапния. Гиперкапния – это то, что может быть потенциально опасным для пациента. Углекислота очень хорошая в вас дилататор, причём мозговой в вас дилататор. В вас дилататор сосудов головного мозга, отёк, кома и так далее, вся цепь событий, вплоть до самых негативных. Но всё-таки согласитесь, что это не будет на стартовых дозах мочегонных препаратов. Это не будет, как правило, не бывает даже на средних дозах. Это всё-таки… На высоких дозах. Это форсированный дюресс, это форсированные большие дозы, вводимые. Вот в этой связи в кардиологии очень давно стало ясно, что если ты хочешь увеличить дюресс, то всё-таки откажись от болюсного ведения, переходи на медленное капельное ведение, потому что эффект, в том числе выведения натрия, эффект выведенной воды, будет гораздо выраженнее при капельном ведении, чем болюсном ведении. Вот это та же самая ситуация. Ну и плюс эффекты влияния на электролиты. Калий и магний – на самом деле важнейшие электролиты для нормального функционирования дыхательных мышц. Мы знаем огромный спектр причин слабости дыхательных мышц. Вот снижение калия, снижение магния стоит на одном из первых мест. Поэтому в ряде случаев массивные дозы диуретиков могут усугубить гиповентиляцию с точки зрения влияния уже непосредственно на мышцы. Видите, не только бета-блокатерные мочегоны находят соприкосновения, вот ХОБЛ и ИБС. Ну, то есть мы должны сказать, что мы не увеличиваем, понятно, мы не назначаем большие болюсы, мы не занимаемся форсированным диурезом. Мы лишь оставляем дозу прежней или уменьшаем её? Вот какое мнение для практического врача? Для того, чтобы ответить, адекватная доза или нет, надо смотреть соотношение выпитой и выделенной жидкости. Если у вас есть при отечном синдроме, синдроме задержки жидкости, это уже заведомо повышение давления в малом круге, кровообращение, повышение в лёгочной артерии, давление заполнения левого желудочка изменилось. Если у вас есть плюс 0,2 литра, то вы в адекватной дозировке. Это абсолютно точно. Хорошо, представим ситуацию. Пациент имеет низкую скорость кубочковой фильтрации, олигонефронию, нуждается в высоких дозах мочегонных препаратов. Это совершенно точно. Представим, что он получает фуросимид в дозировке более 100 мг в сутки. И у него имеется абструктивная болезнь лёгких, это очень тяжёлый пациент, и уже сложившаяся пневмония. В таком случае дозу уменьшаем или оставляем? Нет, дозу мы можем сохранить, потому что она жизнеспасающая в этой ситуации. Мы отказываемся от болезненного введения, мы переходим на капельное, дозированное, чем хотите, инфузоматом введение препарата. Мы контролируем у этого человека электролиты и контролируем, есть ли это возможно, показатели центральной гемодинамики. Объём циркулирует, есть ли это возможно, нет. Центральное венозное давление. Конечно, идеально смотреть давление в стволе лёгочной артерии, есть ли это возможно. Ну, то есть, такое важное слово – контроль. Мы назначаем, но мы при этом… Но мы точно отказываемся от фуросемида в этой ситуации. Это может не сомневаться. Гораздо важнее перейти на те мочегонные препараты. Вы сказали олигонефрания. Да. Значит, если олигонефрания, то лучше, чтобы был препарат с меньшим выведением через почку. Это теросемид. В смысле, петлевой диуретик из того же класса. Но 20% теросемида по отношению к существенно большему проценту на фуросемиде выводится через почку в этой ситуации. Конечно, не равен часу, если у него ещё будет цирроз в печени, потому что остальная часть метаболизируется в печени, то тогда, конечно, медицина будет бессильна. Ну, я так понимаю, требуется, конечно же, у такого пациента с вовлечением в патологический процесс почки тщательная тетрация дозы антибиотика с учётом скорости клубочковой фильтрации. Абсолютно. Конечно. Особенно респираторных торхиноонов, если мы говорим о тяжёлом пациенте. Абсолютно точно. Чтобы не получить синергизм в этом негативном дизе. Совершенно согласен с вами. Ну, и тогда у меня такой вопрос. Вопросы реальной опасности, в которой встречаются сталкиваются практикующие врачи, эмхолинолитики и кардиологический пациент. Вот насколько эта опасность реальна? Это миф? Это реальная опасность? Наверное, всё-таки надо будет разобраться, какой. Да? Короткодействующий или длительно действующий? Вот во всех рекомендациях кардиологических всё-таки это различают. И там делается упор на то, что долгодействующий с точки зрения кардиологии более безопасен, чем короткодействующий. Как вы полагаете? Есть ли такая доказательная база? Думаю, да. Но доказательная база, видите, каким образом она складывается. Дело в том, что изучение сердечно-сосудистых эффектов для новых, а это длительно действующих препаратов, это более качественные исследования, их больше. Почему? Потому что в последнее время именно и делается аспект настроения безопасности. По антихолинолитикам или эмхолинолитикам, можно сказать следующее, их не так много, во-первых. Искороткодействующий у нас один, и протропил. Из длительно действующих был театроприабромид, сейчас появляется гликопирония бромид. Ну, это совсем новый препарат, вот он вот-вот в этом году выйдет на рынок. Очень много информации по безопасности театропии. Причем иногда история заслуживает, ну, такого детективного рассказа. Есть исследования, которые показывают, что назначение театропии в течение 4-х лет, исследование АПЛИФТС, ну, а его пульмонологи хорошо знают, и кардиологи неплохо знают, исследование одной из самых длительных в области ХОБЛ. Препарат назначался 4 года пациентам ХОБЛ. И оказалось, что на фоне назначения препаратов не только нет повышения числа сердечно-сосудистых событий, а наоборот есть их снижение. Причем число или число развития инфаркта миокрада уменьшилось на 30%, число событий ХСН уменьшилось на 40%. Ну, это значимый эффект. Потом начинается история идти по другому сценарию. Появляется новый ингалятор. Кроме порошкового сегодня есть новое устройство под названием Респимат. Смысл его – очень хорошая доставка в дыхательные пути. И вот оказывается, что в некоторых исследованиях, там два было первых исследования, число летальных случаев на фоне нового ингалятора оказалось более весомым. На 6-ти, ну и так далее. То есть исследование включает тысячи больных, а разница составляет несколько человек. Но достоверно. Но с точки зрения статистики оказывается достоверно. И чтобы оставить все точки над «и», было проведено исследование, уже мегаисследование, наверное, можно сказать так, по крайней мере для пульмонологии это большие цифры, 17 тысяч больных. Средний период исследования примерно 2,5 года. Сравнивается вот эта самая форма Респимат с традиционной формой театропия ингалятора Хандихаля. Исследование было совсем недавно опубликовано. Это конец 2013 года. Результат следующий – все хорошо. То есть никаких сигналов нет. Антихориенергики безопасны для пациентов ХОБЛ, в том числе имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Вот в этом последнем исследовании Теоспир были проанализированы и эти пациенты, и ЭБС, и аритмия, и хроническая сердечная недостаточность. То есть они нейтральны. Не улучшения, но и не ухудшения. Ухудшения, по крайней мере, точно нет. И тогда я позволю себе, прежде чем мы перейдем к вопросам, поступившим от наших слушателей, или я позволю себе резюмировать. Мы хотим сказать, что на основании этой беседы эксперты говорят, что ингибиторы АПФ должны быть назначены больному с обструктивной болезнью лёгких и ХОБЛ. Бета-блокаторы должны быть назначены этому пациенту при отсутствии прямых противопоказаний. Например, бисопролол или метапролол-зог. Антибиотики должны быть назначены всегда, когда мы уверены или подразумеваем, что у больного имеется пневмония. Иноинфекция. Иноинфекция, да, дыхательных путей. И начинаем мы с макролидов или защищённых аминопенициллинов. При более тяжёлом течении мы переходим к респираторным вторхиналонам. Доля ципрофлоксацина одна. Это синегнойная палочка, которая более благоприятно протекает у пациентов с ХОБЛ, нежели госпитальная инфекция. Ну и, наконец, эмхолинолитики могут быть и должны быть назначены пациенту. Они безопасны. Они безопасны. Мочегонные должны быть оставлены, и доза должна сохраниться, несмотря на риск увеличения вязкости макроты, но мы должны отойти от больших ударных болюсных доз. Верно ли я резюмировал по мнению эксперта? Абсолютно. Итак, глубокоуважаемые коллеги, вот поступили вопросы из зала, поступили вопросы от слушателей. И вот первый вопрос достаточно интересный. Указан пациент, который получает бета-агонисты. Пациент имеет абструктивную болезнь лёгких, имеет ишемическую болезнь сердца, но у пациента нет тахикардии на фоне приёма бета-агонистов. И врач спрашивает, можно ли этому больному назначить бета-блокаторы? Каково будет мнение экспертов? Бета-агонисты, и при этом у него нет тахикардии. Он какой-то уникальный, но тем не менее. Хорошо. Ну, предположим, доктор, да, это в любом случае. 55-60 ударов вы должны поддерживать, если у больного есть ишемическая болезнь сердца. Вы должны назначить бета-блокаторы. Какие опасности вас ждут? Обязательно убедитесь, что в ночные часы у вашего пациента нет падения числа сердечных сокращений. Может быть, днём, в период бодрости у него 60, на бета-агонистах меня это немножко смущает, либо не пьёт ваш пациент. Ну, мне очень сложно это прокомментировать. Я не могу себе представить в реальной жизни такого пациента. Но если это и так, назначаете бета-блокаторы, убедитесь в безопасности ночных часов. У него не должно снижаться число сердечных сокращений значимо. Во всяком случае, если они будут ниже, чем 40, это повод для тревоги. Сергей Николаевич, а ваше мнение? Ну, моё мнение, может быть, действительно, такие пациенты могут встречаться. Нет ли здесь такой ситуации, у человека, проблем с синусовым мозлом? Может быть, здесь и такая... Не на что действует, да? Ну, во всяком случае, я надеюсь, что холтеровское мониторирование проведено, и вы убедились, что вы не держите что-то другое в руках. А как... Ну, или поясните нам, какой бета-агонист вы применяете, чтобы... Если ваш пациент принимает бета-агонисты, то почему у него нет сокращения диастолы? Почему у него пульс 60? Но, тем не менее, видимо, есть такой интересный случай в практике. Так что, мой ответ, да, вы должны, но убедите бета-агонисты. Получается, если это так, то бета-агонисты можно назначить такому пациенту, да? Да, абсолютно точно. Знаете, убедитесь, что вот этот ваш пациент не имеет высокий риск внезапной смерти. Это повод серьёзно над ним задуматься. Он не очень типичный, доктор. Вот услышьте это. Если такой пациент реально существует, в вашей практике убедитесь, что вы не держите в руках что-то совершенно другое. То есть, какова должна быть тактика действия, вот по мнению экспертов для этого непосредственного врача? Это поиск причины братья-агонисты. Конечно, поиск причины не ответа на бета-агонист у этого пациента. Что с миокардом у этого человека? Вообще, каковы полости у этого человека сейчас? Что происходит? А какой бета-блокатор ему выбрать, если нужно? Один из обсуждавшихся сегодня. Знаете, ну, из того, что... Я могу сказать, что диапазон очень высокий. Если ваш пациент имеет сейчас плюс недостаточность кровообращения, я вот сейчас задумался над этим пациентом, я бы мог предположить, что у вашего пациента очень большие полости. Если это так, то можно смело сказать, что риск внезапной смерти – это доминирующая причина. Выбор бесопролола является обоснованным. 46% – самый высокий параметр снижения риска внезапной смерти. Если это пациент с обычной ишемической болезнью сердца, то выбор не столько важен, какой бета-блокатор, сколько вы гарантируете 24 часа постоянства концентрации. Вы можете выбирать зоковую форму, вы можете выбрать бесопролол при однократном премии, вы даже можете выбрать... Кстати, еще очень интересный подход. Если это очень низкая фракция выброса, то препарат выбора может быть комбинацией неселективного бета-блокатора и альфа-блокера. Это корвидилол. Вы можете выбрать и так. Вы можете даже у больного с выраженной артериальной гипертонией предположить, например, недостаток или функции синтеза оксида азота в эндотелии. Вы можете подумать о бета-блокатор, который стимулирует синтеза оксида азота. Выбор очень широкий. Но я думаю, что это не первый вопрос. Первый вопрос – что происходит с миокардом? И что с сердцем у этого пациента? Благодарю вас за ответ. Еще один вопрос, тоже чисто практически поступивший от наших слушателей. Пациент с обструктивной болезнью легких и мишемической болезнью сердца перенес инфаркт миокарда. И врач правильно утверждает, что ему показан корвидилол. Но этот препарат не обсуждался сегодня. Он не относится к высокоселективным бета-блокаторам. Можно ли его назначать в этом случае? Или все-таки нет разницы, и мы можем смело назначать один из высокоселективных бета-блокаторов? У него есть еще и хобл, да? Да. Ну, я все-таки, я не знаю, как вы выскажете по этому поводу, но я бы сказал так, что целесообразнее встать на почву доказательных исследований. У таких больных действительно исследовался корвидилол, это чистая правда. Не забывайте, что у больных с низкой фракцией выброса исследовался метапролол сукцинат, зок. И он у больных с фракцией выброса меньше 20 доказал влияние на снижение риска смерти. У таких пациентов с очень низкой субпопуляцией CBC3 исследовался бисопролол, который доказал снижение риска смерти у этих пациентов. Поэтому спектр выбора очень большой. Я бы поставил вопрос по-другому. Идти по этому пути или не идти? Конечно, идти по этому пути. Это не вызывает ни малейшего сомнения. Доктор должен назначить этот препарат, потому что он должен обязательно контролировать, снижать риски внезапной смерти. Чем меньше фракции выброса, тем более вероятна внезапная смерть вашего пациента. Поэтому вы выбираете, с чего вы хотите. Но помните, с чего выбирать. Не из любви или не любви в той или иной фирме, а из цифр. Самый высокий процент снижения риска внезапной смерти, 46%, это на бисопрололе. Могу лишь согласиться. Да, действительно, у нас здесь есть выбор препаратов. Речь идет не только про единственный бета-блокатор, который может улучшить сердечный выброс. Но мы имеем положительные данные по выживаемости у таких пациентов и для других препаратов. То есть не только для кавидиола, но и для бисопролола. Знаете, если возвращаться сюда, то я могу вам сказать, что все-таки очень важна доказательная база. Больные с Хобл, это уже совершенно особые больные. Хобл плюс ИБС. А вот доказательной базы очень мало. По сути, мы говорим с вами про большие исследования, но относительно большие исследования. Это бисопролол, это 88-й год, но никто не усомнился в ценности этого исследования. Это Мерит Хартфелла, начало 2000-х годов. Это с метапрололом сукцинатом. И это российское перекрестное исследование. Бисопролол, бипрол, который доказал свою терапевтическую эквенцию. Я не знаю больше исследований, которые были бы выполнены. Хорошо. Еще один вопрос мне принесли. На участке живет тяжелый пациент, имеет обструктивную болезнь легких, ишемическую болезнь сердца, гипертонию. Вероятно, указано с исходом в сердечную недостаточность. Получает целый комплекс препаратов. Он получает статины, ингибиторы ЭПФ, веропамил, аспирин, фуросимид. Частое обострение. Во время назначения врач хочет назначить макролиды, но знает, что в сочетании со статинами они увеличивают риск рабдомиолиза. Вот какие будут рекомендации? Возможно, какие-то рекомендации по смене указанной терапии. А вообще будут ли здесь? Вы знаете, вот я не знаю, как вы, Григорий Паш, в моей жизни я никогда не видел рабдомиолиза на фоне макролида. Ни одного, никогда. Вы знаете, вообще слово рабдомиолиз, это очень интересно. Обычно говорят, ну назовите хотя бы цифру, к которой можно было бы ориентироваться. Вот если мы возьмем за единицу фатальные кровотечения на цитилсалициловой кислоте, то рабдомиолиз на статинах встречается в 256 раз реже. Поэтому это, конечно, вот цифрофлокс... Макролид. Да, вот я не знаком. Конечно, комбинация возможна, да, это все так, но я бы по-другому поставил вопрос. Будет в этой ситуации эффективно применение макролида? Почему нет? Да, и в контраргумент я бы хотел привести исследование. Оно другое. Другой смысл. Макролиды азитромицин назначался пациентом Хобл на протяжении одного года. Каждый день пациент получал по 250 мг в сутки. При этом группа больных приблизительно... Это исследование было опубликовано буквально около двух лет назад. Исследование проведено в США. Группа пациентов это более 1140 человек. Смысл был показать действие макролида на число обострений. То есть подразумевалось, что в первую очередь такая низкая доза макролида будет иметь противовоспалительный эффект, не антибактериальный. Ну и вот насколько я помню, приблизительно 20-25% этих пациентов получали статины. При этом за один год ни у кого ничего не случилось. Такого побочного эффекта в этом исследовании не было. Знаете, если доктор так опасается, есть маркер. Кайфка. Пусть смотрит ММ-фракцию Кайфка или общую Кайфка. Если она пойдет наверх, он вправе. По крайней мере, это будет обоснованное действие. Но доктору можно поздравить. Он знает о таких опасениях, замечательно. Но не переоценивает пусть эти опасения. Ну, и наконец есть другие антибиотики, кроме группы. Маколидов, мы всегда имеем альтернативу у любой категории пациентов с обострением. Поэтому можно рассмотреть и их. Ну и последний практический вопрос. О чем уже говорил сегодня Сергей Николаевич. Можно ли отменять глюкокортикостероиды при обострении Хоббл? Ну вот не могли бы Вы еще раз прокомментировать, раз поступил такой вопрос? Если пациент может получать те же самые препараты, но допустим, он получает препарат при помощи порошкового ингалятора, он его может получать, состояние его не настолько тяжелое, он может их продолжать получать. Отменять специально, чтобы не было ГКС, в этой ситуации не нужно. Но бывают те ситуации, когда пациент не может продолжать. Возьмем самых тяжелых больных, у них острая дыхательная недостаточность, они интубированы. Но мы им здесь в данной ситуации ингаляционные глюкокортикостероиды не можем дать. Но с другой стороны, у таких пациентов с приемом ГКС в прошлом мы можем дать небольшие дозы стероидов систему, как говорится, при помощи, допустим, внутривенных форм. Так что здесь это возможно. Ну что ж, если экспертам нечего добавить, то мы четко укладываемся в регламент времени. И мне кажется, мы обсудили большинство актуальных вопросов у пациента с тяжелой коморбидной патологией, сочетанием обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца. Мы ответили на вопросы о назначении бета-блокаторов, назначении ингибиторов, ЭПФ, о необходимости или возможности отмены глюкокортикостероидов. Мы определились с оптимальной антибактериальной терапией у этих пациентов, с дифференцировкой инфекции дыхательных путей, пневмонией, потребностей госпитализации, возможности терапии на дому. Мне кажется, беседа была крайне продуктивной. Я думаю, что эксперты со мной согласятся. И я позволю себе попрощаться с вами, уважаемые слушатели, и передать слово экспертам, возможно, заключительное. Владимир Александрович, я хочу к вам обратиться с большой просьбой. Мы действительно сегодня, я очень благодарен российскому обществу терапевтов, который инициировал такую форму. Было бы очень интересно, если бы мы могли найти с вами время, сесть и написать. Потом предложить группе экспертов, короткое, не надо писать талмуд, его никто не читает. Написать очень короткое положение, основные принципы ведения пациента при сочетании ИБС, артериальная гипертония и хроническая абстрактивная болезнь легких. Мне кажется, что вы сегодня ответили на очень острые и важные вопросы. Если было бы такое положение, можно было бы его потом разместить на всеобщее обсуждение. Кто-то что-то бы добавил туда, кто-то бы согласился, кто-то бы нет. Но это было бы обсуждение. По крайней мере, привлечь внимание к этой проблеме, я думаю, что нам сегодня удалось. Я могу согласиться с вами. Действительно, это очень нужно для нас. Но я не могу сказать, что это будет действительно настоящая рекомендация. Нет, она должна быть очень краткой. Но, по крайней мере, так называемые результаты дискуссии круглого стола, конечно, это будет очень важно. Тем более, мы на самом деле сегодня не обсуждали какую-то с вами редкую патологию. Мы обсуждаем то, что происходит каждый день при обходах, при консультациях. Мы имеем, наоборот, дело сегодня именно с такими пациентами. Это наша реальная клиническая практика. То есть наш больной, он, как правило, не имеет чисто изолированной сердечной болезни или изолированной легочной болезни. Как правило, мы видим таких пациентов. Поэтому, с точки зрения того, как их вести сообща, наверное, здесь мы и для себя получим много важной информации, но и можем предложить всем нашим коллегам поучаствовать в обсуждении, в дискуссии по поведению таких больных. Я знаю, что вышла в свет книга «Избранные лекции по терапии». И там одна из лекций – это «Кроническая абстрактивная болезнь легких», которую вы написали. Там очень многие аспекты освещены. Но я думаю, что если мы сможем, мы обязательно должны это сделать, вот сделать эту квинтэссенцию нашей беседы. Она должна быть очень короткой, буквально на 2,5-3 листа. Но она позволит, конечно, решать какие-то практические вопросы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Я надеюсь, что это было не последнее мероприятие из этой серии, серии дискуссионного клуба, где будут обсуждаться актуальные вопросы коморбидности. Всего доброго. Благодарю вас за внимание. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.